Добрый день, уважаемые коллеги! Поскольку мы с опозданием начинаем наше мероприятие, здесь сами физики виноваты, мы встречались с Дмитрием Альбертовичем, с Александром Сергеевичем Сигалом, который находится у нас на конференции. Тогда, без вступления, Сергеевна, сразу вам слово. Да? Пожалуйста. Очередную версию дорожной карты нашего института. Ну, немножко затянулось, но тем не менее, вот так получается. Что полгода пошло, но мы идем. Сначала кратко о том, что наш институт сегодня, некие такие базовые показатели, которые есть, но обычно по которым сравнивают. Для нас всех известно, что у нас 4 отделения астрономии и космической геодезии, физики, радиофизики и педагогическое отделение. Я не буду останавливаться на кафедрах. Скажу также, что в ряде показателей мы считаем по количеству сотрудников, которые могут быть на малых долях ставки, то есть всего у нас 331 сотрудник был в 2016 году, это 209 ставок, средний возраст 46 лет, ну и остепененность, вот 26% доктора наук, 49% кандидата наук. Показатель, который наверняка тоже всем интересен, это средняя зарплата. Значит, у ППС чуть больше 81 тысячи и 64,5 тысячи у научных работников. Здесь показатели о нашем контингенте студенческом. В 919 на данный момент у нас специалистов и бакалавров, 203 магистра, 118 аспирантов. И вот по итогам набора прошлого года средний балл ЕГЭ у нас был 76. То есть мы заметно поднялись в прошлом году по этому показателю. Значит, вот поскольку в разных рейтингах у нас спрашиваются разные временные показатели, вот сначала, так сказать, я покажу показатели Института Физики, это означает показатели, которые получены сотрудниками Института Физики. То есть вот здесь года, это реально астрономические года, то есть в 2016 году по данным на 8 июня библиотеки у нас 495 статей в скопусе. Это объем не в порядка 185-186 тысяч, ну и здесь число контрактных иностранных студентов. Я извиняюсь, почему-то не работает. Можно тогда переключать, пожалуйста, почему-то не работает. У гуманитариев обычно все работает, у физиков, в инженерном институте у нас сбой произошел тоже. Пожалуйста. Сейчас продолжим. Здесь проблема связана с тем, что трансляция идет, и вот как-то так оно получается. Мы когда тестировали, тоже такая проблема была. Все, пошел, спасибо. Значит, теперь о наших рейтингах. Значит, в марте месяце традиционно подводятся результаты предметного рейтинга. Наш институт выступает по предметному рейтингу физика и астрономия. Значит, наши результаты следующие, что в 2016 году мы попадали вот в 301-400. Есть более точная таблица, которая представлена на сайте КУЭС. Мы были 358-ми. В 2017 году мы вот стали вот 351-400, просто потому что КУЭС стал делить пополам. Значит, это количество, значит, стало от 301 до 350, от 351 до 400. Мы стали 358-ми. То есть в порядке погрешности тех, так сказать, подсчетов мы примерно оказались на том же самом месте. Ну и на этом слайде видно, кто впереди нас из российских вузов. Значит, теперь, поскольку мы говорим с вами о предметном рейтинге, значит, здесь показано, так сказать, количество статей по разным направлениям, которые, значит, публикуются по результатам, полученным нашими сотрудниками. Вот этот вот такой вот пирог, разделенный по разным направлениям, был получен по базе данных Скопус. С учетом, значит, мы, когда искали все статьи, мы знаем, что у каждого из наших сотрудников есть свой ID. И по этому ID, чтобы не путаться с другими институтами, поскольку это всегда вызывает большую проблему, вот этот вот пирог был построен. То есть, обращаю ваше внимание, чтобы потом не было вопросов, что сумма здесь больше 100%, поскольку ряд статей попадает в два или в три предметных рейтинга, но физика и астрономия у нас занимает порядка 70%. То есть тот предметный рейтинг, в котором мы работаем, это порядка 70%. Значит, теперь вот для того, чтобы проанализировать, что, как, где мы находимся, значит, прежде всего, вот хотел бы, так сказать, начать с предметного рейтинга физика и астрономии, показав результаты лучших вузов. Это MIT, Гарвардский университет, Стенфордский университет, Кембриджский и Калифорнийский университет в Беркли. Те, кто занимает первые пять мест. Я обращаю ваше внимание, что в области физики у них за пять лет, 12 по 16 год, эти данные мы получили, значит, пользуясь Сайвалом, который пользуется базой Скопус, 12 тысяч статей. Я имею в виду MIT и 157 тысяч ссылок. То есть вот здесь я обращаю ваше внимание на то, что те, кто находятся в первой пятерке или там, это должно быть цитирование порядка 15 на одну статью. Вот среднее цитирование порядка 15 на одну статью. Значит, это достаточно большая величина. Я далее более подробно буду говорить о наших показателях. Ну вот здесь вот в этой табличке привезены в том числе российские вузы и другие вузы, которые являются для нас референтными. Вот это данные 16 года у нас 358, значит, цитирование. Ну можно сравнить, вот если посмотреть физико-технический институт, то там у него получается всего 183 статьи. Значит, и 216 это цитирование на статью. А теперь более подробно то же самое. Более подробно то же самое. Значит, вот на этом слайде представлены уже референтные вузы. Те, с которыми мы так или иначе как-то можем конкурировать по каким-то показателями, которые нам могут показать, ну как, что нужно делать. Я обращаю вас, можно здесь проводить разный анализ, но вот я обращаю внимание на Лунский университет, значит, который занимает, вот он в этом году по предметному рейтингу КУЭС поднялся 101-150. 101-150 чуть дальше мы с вами увидим, что у него примерно такая же производительность по статьям, как у нас, чуть дальше на следующем слайде. А и число сотрудников, ну чуть больше, чем у нас, но существенно будет выше индекс цитирования. Ну, здесь наши показатели. Значит, вот теперь здесь все то же самое сравнение. Обращаю ваше внимание, чтобы вам было понятно. Значит, вот здесь суммируется с 2010 по 2014 год. Это означает, что это рейтинг, который опубликован в 2016 году. Потому что есть два года задержки. С 2012 по 2015 год, это значит рейтинг, который опубликован был в марте этого года. Значит, вот наши показатели. Я обращаю ваше внимание, что там 358, это то, что у нас будет в рейтинге 2018 года. То, что вот там мы посчитали по Сайвалу, это будет в рейтинге 2018 года, поскольку, так сказать, вот этот сдвиг, он будет учтен. Значит, вот я еще раз обращаю ваше внимание на Лунский университет, где у него примерно такое же количество публикаций, как у нас, на одного человека. Число публикаций на одного МПР чуть больше единицы, 1,2, грубо, да. Но число цитирований порядка 15. То есть вот это реально то, что нам говорит, самое главное, что не надо, наверное, где-то бежать за большим количеством публикаций. Качество публикаций они решают основную, вообще говоря, дают основной вклад в те рейтинги, которые достигают ведущие вузы. И если посмотреть, вот, значит, пекинский университет, у него, так сказать, немножко по-другому. Он идет, давая, так сказать, 6 статей в год на одного МПРа, индекс цитирования у него меньше, но вот он берет уже валом. То есть я просто подчеркиваю в данном случае только то, что есть вузы, которые достаточно хорошо поднимаются в предметном рейтинге, и делая качественные публикации, ну, в тех областях, которые, так сказать, ну, скажем так, являются горячими в той или иной степени в данный момент времени на научном небосклоне. Значит, здесь более подробно, более подробно для анализа на следующем слайде вот расписано уже то, из чего складываются предметные рейтинги тех референтных вузов, о которых мы говорили. То есть есть академическая репутация, репутация работодателей, среднее число цитирования на статью, значит, 16-17 здесь означает год рейтинга. Ну и, соответственно, индекс Хирша, индекс Хирша, это то же самое, так сказать, способ подсчета, как индекс Хирша человека, так индекс Хирша, так сказать, по количеству статей, на которых есть там цитирование. Схема подсчета одна и та же. Значит, вот, если обратить ваше внимание на то, что, вот посмотрите, пожалуйста, если наши, так сказать, показатели по индексу Хирша порядка там 43,5, мы в этом смысле мы выступаем примерно так же, как Томский политехнический университет и Нижегородский университет, значит, но мы заметно проигрываем, мы заметно проигрываем по репутации работодателей многим тем вузам, которые идут спереди нас. Вот эти два пункта, академическая репутация, репутация работодателей, они у нас заметно страдают, и я об этом поговорю позже, что мы можем сделать. Красными, чтобы было, как бы, понятно, здесь выделены те вузы, которые от 2016 к 2017 году поднялись по рейтинговой лестнице, а те синие, это опустились. Значит, здесь вот наши графики, мы здесь вот таким вот, КФУ, имеется в виду здесь предметные рейтинги физико-астрономии, вот таким вот зеленым цветом, значит, остальные это наши вузы референтные, кто как идет. Значит, вот это такие вот картинки, значит, я обращаю ваше внимание, что по всей видимости за счет программы повышения конкурентоспособности заметно увеличивается число публикаций, вот как, значит, у нас, так и, так сказать, у Томского университета, так сказать, Лунд и Хельсинки, они примерно сохраняют свое число публикаций, то есть они уже вышли на свою, так сказать, плату и на этом плате находятся. Дальше этот график, это индекс Хельса статей и этот график среднее число цитирования на статью. Вот наши показатели, то есть, опять-таки, здесь видна та же самая информация, что определяющим является число цитирования на статью. Если, так сказать, характеризовать той наукометрикой, которой мы пользовались, скажем так, года 3-4 назад, то, что мы говорили о среднем импакт-факторе на статью, то средний импакт-фактор на статью у нас по результатам 2016 года 2,1. Значит, ну, теперь вот мы прошли с вами те стартовые позиции, которые мы имели, и сейчас хочется поговорить о том, что реально мы можем делать, куда мы должны идти, ну, и уже обсудить те или иные пути, которые предлагаются и будут реализованы. Если говорить о той цели, для чего наша дорожная карта, цели у нас достаточно, естественно, должны быть амбициозными, это увеличение вклада сотрудников Института физики в мировые достижения в области физики и астрономии, это развитие физического образования, которое тоже является непосредственно нашей обязанностью, и увеличение вклада сотрудников Института физики в экономику Российской Федерации. Я думаю, что не имея амбициозных целей, мало что добьешься. И теперь вот, что такое для нас, вообще говоря, предметный рейтинг? Это тот самый детектор, к которому мы привыкли, который должен измерить, оценить в той или иной мере, как мы с вами работаем. То есть это не есть реально сама цель, а это есть тот детектор, который позволяет нам понять, и благодаря, в общем-то, в том числе усилиям и зарубежных агентств, как мы с вами работаем. Теперь я остановлюсь на академической репутации, репутации работодателей. Ну вот академическая репутация, это, естественно, прежде всего то, как нас с вами в мире знают. Это означает, что наша с вами задача, и мы в этом направлении, в общем-то, знаем, что многие принимают усилия, это проведение совместных научно-исследовательских работ с зарубежными партнерами, международные проекты, публикация высокоцитируемых научных результатов. Ну, здесь дальше написано, да, но реально здесь работать нам не очень просто. Тем не менее, основные моменты – это все-таки крупные международные проекты, это там, где нас будут лучше знать. Теперь вот по репутации работодателей. Я немножко отвлекусь, когда мы вот начинаем говорить о работодателях. Отвлекусь вот на что. Значит, если мы посмотрим, вообще говоря, рынок работодателей, а он для нас в нашей области – физика, астрономия, радиофизика, и если посмотреть наш рынок на данный момент в Республике Татарстан, то за последние годы он стал еще уже, так сказать, заметно уже, поскольку многие предприятия, ВПКшные, которые работали, разрабатывали сами ту или иную технику, они сейчас получают готовые решения из многих регионов, и, так сказать, многие не ведут свои разработки. И почему я останавливаюсь прежде всего на этом вопросе, потому что у нас сейчас с вами начинается, уже началась приемная кампания, и первый вопрос родителей – это то, где будут работать наши с вами, ну, их дети. А это означает, что мы должны иметь правильный ответ на этот вопрос, поскольку это их будущее. И действительно ситуация у нас достаточно проблемная, поэтому вот мы первым пунктом в данном случае, и уже мы по этому поводу, по этому направлению идем, это то, что прежде всего надо сотрудничать с крупными работодателями, которые находятся, ну, преимущественно за территорией нашей республики, которым требуются физики, радиофизики, нанотехнологи. Вот я обращаю внимание на нанотехнологов, потому что, так сказать, пока такое вот строгое применение их специальности, несмотря на тот путь, который мы прошли, так сказать, начиная это направление подготовки, получая его аккредитацию, пока есть проблемы с трудоустройством непосредственно по специальности. Непосредственно по специальности. И поэтому мы идем уже, так сказать, по пути сотрудничества с предприятиями и крупными, так сказать, научными центрами, которые находятся в других городах. Значит, теперь вот еще один момент привлечения работодателей к образовательному процессу. В этом году мы в первый раз с вами во время, так сказать, защиты наших государственных экзаменов, защиты выпускных квалификационных работ, у нас 50% членов комиссии были работодатели, и мы сделали специально следующее. Мы пригласили в качестве членов таких комиссий наших выпускников, которые добились тех или иных успехов прежде всего в бизнесе, и они тогда смотрели на то, своими глазами, теми глазами, как они учились, и, значит, что дали им те знания, которые они получали там 20-30 и более лет назад, и как они их сейчас используют, и что умеют наши студенты, и как они себя показывают во время, так сказать, экзамена и защиты квалификационной работы. То есть мы стараемся вот этот процесс привлечь, и вообще говоря, после каждого вот такого вот заседания государственной комиссии мы обсуждали с ними, и вообще они приветствуют это, более того, они готовят уже, ну, кто-то из них начал готовить, мы договорились, что к первому сентябрю они это сделают, список дипломных работ, тех тем, которые им интересны, и они понимают, поскольку они наши выпускники, что могут реально сделать наши выпускники, и это с одной стороны. С другой стороны ряд руководителей предприятий выступил с готовностью провести определенные курсы, тогда, когда, так сказать, они хотят получить от нас те компетенции по определенным специальностям, которые мы не обладаем. Ну, в данном случае, так сказать, мы с ним, когда мы с ними разговаривали, я сказал, что это мы можем приобрести по книжкам, а они готовы были, так сказать, предоставить либо своих, так сказать, специалистов, либо кого-то, чтобы провести в рамках вариативной части те занятия, дабы приобрести необходимые для них компетенции. Ну, и следующий момент – это создание совместных кафедр. На данный момент это тоже становится чрезвычайно актуально, и в этом направлении мы также работаем. Ну, совместных кафедр, здесь я хочу сказать, что вот это должны быть как в области фундаментальных, так и прикладных наук. Значит, теперь вот уже наши конкретные задачи. По научной деятельности – это мы должны увеличивать число статей, но, может быть, не очень сильно, повышать актуальность и качество наших публикаций, стараться увеличивать объемы финансирования. Значит, несмотря на то, что мы с вами отвечаем за предметный рейтинг физикой и астрономии, никто из нас с вами не сможет поменять развитие мировой науки, которая все более и более становится междисциплинарной, и на это надо, естественно, обращать внимание. Ну, и последний пункт – естественно, надо работать с предприятиями. Значит, теперь кратенько, я очень кратко остановлюсь на том, какие наши основные научные направления сотрудники нашего института хорошо знают. Это физика, инженерия перспективных материалов, исследование медико-биологических систем физическими методами, космические и инфокоммуникационные исследования, технологии разработки приборов на новых физических принципах. В скобочках написано руководители этих направлений. А вот синим цветом здесь выделены пункты из стратегии развития Российской Федерации, которые достаточно хорошо стыкуются с теми работами, которые мы говорим. То есть если вот здесь вот выделены новые материалы, я специально их поставил там, где, так сказать, соответствующее научное направление. Если мы говорим о, значит, медицинских проблемах, то они тоже вписываются, те, которые мы решаем, особенно, так сказать, те, которые мы пытаемся сейчас решать по созданию новой техники. Ну и то же самое, так сказать, вот по нашим работам в области радиофизики, это санзади интеллектуальных транспортных систем. Это то, что сейчас делается, так сказать, под руководством Олега Николаевича, беспилотный КАМАЗ. Ну и есть у нас и повышение эффективности добычи и переработки углеводородного сырья. Это те, кто работает у нас по 218-м постановлению и САЕ, связанным с эконефтью. Значит, теперь уже конкретно то, что мы хотим делать, какие наши мероприятия. Здесь табличка по годам, конкретные мероприятия. И внизу, значит, я сейчас буду пояснять, что вот есть некий набор цифр. Значит, я сразу буду говорить, что вот верхний набор цифр с КОПУС и ВЭПОФ САЕНС, это то, что было утверждено руководством нашего университета и находится, так сказать, уже утверждено в той дорожной карте, которая у нас есть. Значит, вот эта колоночка, это то, что мы достигли в 2016-м году, а нижняя – это то, что мы можем сделать по продвижению предметного рейтинга физика и астрономии. Значит, какие реально пути мы можем, ну, какие реально способы мы можем, так сказать, использовать для того, чтобы повышать нашу публикационную активность? Это, во-первых, как я уже говорил, это международные гранты. И здесь стоит оценочная цифра, что вот к 2020 году за счет международных грантов дополнительно мы должны получить 70 статей качественных. Естественно, сотрудничество с крупными предприятиями и с институтами РАН. Следующий пункт – это увеличение публикационной активности наших магистров. Если говорить о том, что сейчас, то в 2015 году 22 магистра, магистры наши, извиняюсь, опубликовали 22 работы в App of Science, в 2016 году – 33, значит, у нас точно так тоже должно увеличиваться число магистров, поэтому вот вполне мы можем достичь тех показателей, которые вот нам заданы дорожной картой, если каждая магистерская диссертация у нас будет заканчиваться статьей в App of Science. Это реально. Очень многие ребята с этим справляются. Значит, теперь качество публикаций. Значит, здесь обращаем внимание также вот на эту табличку. Верхняя строка – это то, что у нас есть в дорожной карте. Значит, сразу скажу следующее, что этот показатель, его достаточно сложно считать, поскольку это цитирование за 5 лет на статьи, опубликованной в течение 5 лет в базе данных в App of Science. Почему это сложно считать? Потому что мы должны четко знать наших сотрудников. Это очень легко считать в целом по университету, взяв аффиляцию. Но считать по каждому институту – это чрезвычайно сложно, тем более, так сказать, имеет такой пирог разнообразных направлений исследований, которые есть у нас в институте. Поэтому, значит, вот здесь вот приведены эти цифры. Это то, что мы сейчас имеем с корпуса по направлению физика-астрономии. Значит, и вот эти вот цифры, мы надеемся, они будут реализованы к 2020 году. К 2020 году. Я думаю, что, ну, и Марат Рашидович, наверное, будет вот последняя строка более, как бы, легко она считаема, и нас будет легче оценивать. Значит, объем НИР, естественно, вот здесь вот нарисованы, так сказать, те мероприятия, которые мы собираемся делать для того, чтобы увеличивать объем финансирования. Это цифры 186 миллионов. Это было, значит, объем НИР НИОКа 2016 года. Ну и вот та цифра, куда мы хотим выйти. Теперь, дальше встает, вот сейчас было показано вот то, что мы хотим, и какие наши целевые, в общем-то, показатели, рядом способов. Теперь конкретные шаги, о чем надо говорить. Ну, естественно, так сказать, раз университет участвует в программе повышения конкурентоспособности, наш институт, значит, активно принимает участие в стратегических, академических единицах, которые в настоящее время есть в нашем университете. Ну, САИ-Островызов, это абсолютно очевидно, поскольку на базе нашего института. Есть наши сотрудники, которые работают с институтом фундаментальной медицины, по 7П-медицине. Есть, так сказать, наши сотрудники, которые работают в учителе 21 века, и то же самое с геологией в рамках и конъекте. Но здесь, когда мы работаем по разным САИ, на самом деле здесь не все так оно просто. Если мы хотим двигать физику и астрономию, мы должны четко понимать, что один журнал, то есть нам надо друг друга, в общем-то, получая результаты, не обижать. Потому что может быть так, что один и тот же журнал, и мы стараемся так делать, чтобы он попал в квартиль Q1, значит, скажем, по физике и астрономии, но он может быть в Q3, скажем, по геологии. То есть надо здесь как бы стараться всегда уважать своих коллег и держать паритет. Это действительно серьезная вещь, и можно, так сказать, взаимно можно пострадать. Значит, дальше я очень кратко пробегу по тем проектам, которые у нас есть в САИ «Островызов». Здесь просто краткая характеристика СТАИ. Значит, научный руководитель Академик Старобинский и, так сказать, руководитель Олег Николаевич Шерстюков. Значит, по достижениям, которые есть по результатам 2016 года, САИ опубликовал вот 207 статей, из них 133, это опубликованы сотрудниками института физики. Значит, это те лаборатории, которые есть, значит, в рамках САИ «Островызов». Я, наверное, не буду здесь останавливаться на каждой лаборатории, поскольку эти данные, они есть в том числе и на сайте университета, там, где написано все про САИ. Я просто два слова об этом говорю. Значит, теперь дальше тот проект, который действительно, так сказать, вот у нас международный, и речь идет о наземной оптической поддержке орбитальной рентгеновской обсерватории «Спектр рентген-гамма», которая будет запущена, вот здесь написано, 25 сентября 2018 года. С этого момента этот проект уже реальный. То есть сейчас идет подготовка, сейчас идут другие измерения, а вот начиная с этого времени, когда эта орбитальная обсерватория будет запущена, начнутся реальные наблюдения, и наша задача, здесь вот наши коллеги-астрономы сидят, они все это лучше меня могут сказать, заключается в оптической поддержке с помощью нашего телескопа, который находится в Турции. Это задачи, которые решают наши астрономы. Значит, руководитель не является Инфан Фаридович Бекмаев, значит, активно в этом проекте работают Гельфанов и Найля Абдулович Сахибуллин. Но также, так сказать, я хотел бы сказать, что, значит, идеологом и руководителем проекта спектра рентген-гамма является Академик Сюняев. Это еще один амбициозный проект в рамках НИЛ-космологии, когда, значит, наши космологи работают над новыми моделями гравитации, значит, над поиском новых, так сказать, поиском, над попытками объяснения и построения моделей темной материи. Вот это уже тот, то, что называется научный прорыв, который будет подан от САИ Астровызов. Значит, это распределенная реконформируемая интервенционная система комплексных исследований космического излучения. Речь идет о том, что это либо на начальном этапе большое количество коптеров, потом это могут быть микроспутники, которые позволят сделать такую вот рой спутников для того, чтобы решать различные задачи, если между ними есть как возможность точно измерять их координат, так и синхронизировать их во времени. Задач здесь много, и одна из задач, значит, теоретические основы космической аксионной электродинамики, вот если получится это сделать, то, возможно, удастся обнаружить и подтверждение наличия аксионов. Дальше это проекты, которые работают с СМП-медициной, из Международного центра магнитного резонанса, я на них останавливаться не буду, они хорошо известны. Это применение мисбаруской спектроскопии в ЭК-нефте, поскольку, так сказать, ну как в геологических объектах, так и в трубах, и во всем остальном всегда есть железо, а 57-ое железо – это лучшее, все то, что можно делать мисбару. Значит, и теперь вот это проект, связанный с поиском новых материалов для такого направления, которое называется терраностика, или что означает терапия и диагностика в одном флаконе, когда используются наночастицы, активированные редкоземельными ионами, и в том числе создание лазерных систем для различных задач. Одна из задач – это терапия псориаза и витилига, другая задача, вот то, которое мы обсуждали вчера на семинаре, это создание лазерной системы для удаления атеросклеротических мляшек в сосудах человека. Теперь вот дальше пойду, то есть вот то, что было до этого момента, это были те проекты, которые в той или иной мере, они сейчас идут, развиваются и уже как бы, ну так, скажем, официально озвучены. Теперь вот проекты те, которые мы в этом направлении… А, извиняюсь, я здесь увидел Дмитрия Альбертовича, это проект тоже, так сказать, по образованию, он тоже есть, а вот теперь проект, которым мы сейчас активно занимаемся, по квантовому симулятору на основе электронов на поверхности жидкого гелия. Достаточно амбициозная задача. Надеюсь, нам это к 2020 году удастся, и мы поставили себе такую задачу, это прототип квантового симулятора на основе электронов к 2020 году. Вот обращаю ваше внимание, что мы надеемся масштабировать эту систему до 10 кубит и реализовывать, так сказать, квантовый симулятор одномерной модели Изинга. Будем надеяться, что это удастся. Я думаю, что физикам все понятно, что такое квантовый симулятор, а пояснить не физикам. Не надо? Все понятно, да? Ладно. Следующая, так сказать, такая тема, которую мы тоже развиваем и собираемся вот сейчас активно развивать и подаем уже на различные проекты, в том числе проект по госзаданию, так сказать, проектной части выигран. Это проект по топологическим фазовым и фазовым переходам в систему с разделенными параметрами порядка. Обращаю ваше внимание, актуальность этого проекта связана прежде всего с тем, что в 2016 году за топологические фазы была получена Нобелевская премия, и в этом смысле вот этот проект развивается с теоретической точки зрения. У нас уже не первый год, и далее мы собираемся его активно развивать. Значит, на выходе вот та целевая функция, которая ставится, поскольку проект теоретический, это модели ячеек памяти, устройств пенстроники и сверхбыстрых оптических затворов. В 2018-2019 год мы надеемся получить те результаты, которые уже перейдут к нам, экспериментаторам. То есть то, что мы хотим экспериментатора-теоретиков, ну, стандартно, то, чтобы было что-то подсчитано и что-то было реально сделано. Реально можно было сделать. Вот. Значит, еще один проект, это проект по созданию базовых элементов наноэлектроники на основе двумерных алькогенидов, современных плазмонных материалов и их гетероструктур. Значит, из таких вот двумерных материалов в настоящее время тоже вы знаете хорошо про графен, тот, за который были получены Нобелевские премии нашими коллегами из МФТИ, выпускниками МФТИ, да. Графен имеет металлическую проводимость, соответственно, есть некое ограничение. Вот есть сейчас новое двумерное соединение, халькогениды, значит, которые являются полупроводниками, и тогда, когда такое соединение становится в виде монослоя, оно превращается из непримазонного полупроводника в примазонный, обладает высоким квантовым выходом, и можно очень много устройств создать на этой базе. Более того, комбинируя эти устройства, комбинируя, извиняюсь, такие системы с различными плазмонными структурами, которые, вот сейчас мы научились их делать, не на таких классических веществах, как золото-серебро, а на более высокотемпературных, это нитриди титана в эльформате титана, то, что сейчас нужно, на самом деле, высокотемпературные плазмонные структуры, вот это та группа, которая занимается вообще как, это сумма групп, которая занимается как синтезом, так и исследованием вот этих вот структур. Значит, что мы хотим? Прототипы иеченник памяти, мемористеры и низкоразмерные волноводы и модуляторы к 2019-2020 году. То есть я обращаю на ваше внимание, что когда вот эти проекты отбирались, мы смотрели на реальный выход, не только статьи, поскольку сейчас, если мы работаем только на статьи, можно этим и закончить. Значит, еще одна группа, это группа под руководством Владимира Дмитриевича Скирды. Значит, здесь речь идет о том, что, по сути дела, предлагается практически, наверное, не опубликованной и не, наверное, я бы, Владимир Владимирович лучше скажет, по-моему, нет патентов по поводу нелинейных градиентов. И вот с помощью этого подхода, с помощью нелинейных градиентов, это создание новых томографических приборов, в том числе, так сказать, томографических приборов для анализа биологических, геологических объектов. Значит, обращаю ваше внимание, что прототип ЯМР-томограф на основе нелинейного градиента мы планируем сделать к 2020 году. Значит, еще одна прикладная задача, про которую много слышали, это как раз, так сказать, в рамках сотрудничества с КАМАЗом, значит, это беспилотный КАМАЗ. Вот это вот тот КАМАЗ, который сейчас уже стоит в нашей лаборатории в инженерном институте. Задача, которая решается в данный момент, ну и задача, так сказать, создать, начиная от... Пока он из фанеры, да, там только этот пока КАМАЗ из фанеры, но в августе придет настоящий. Значит, создать, так сказать... А? Но он ездит, да. Он ездит. Нет, просто я объясняю, что почему он такой маленький и может быть немножко неказистый. Ну, это беспилотный КАМАЗ. Значит, здесь задачки видны. Итог, в общем-то, многие фирмы работают под тем направлением, чтобы создать беспилотные автомобили. Вы знаете об этом. В том числе и вот фирма, и КАМАЗ выделил достаточно заметное финансирование, 102 миллиона под решение этой проблемы. И работает по этому направлению, значит, группа, возглавляемая Олегом Николаевичем Шерстяковым. Значит, есть проект, связанный с продолжением работ по Алексеевской керамике, значит, который ориентирован вот на разработку новых приборов и технологий для производства строительно-керамических материалов. Это вот кратенько о тех проектах, которые сейчас уже сформировались, работают, и те, которые могут являться, ну, скажем так, некими локомотивами на ближайшее время в нашем институте. Значит, группа наших коллег, во главе с Борисом Ивановичем Кочеваем, еще в 1996 году организовал электронный журнал. Этот электронный журнал, значит, название Magnetic Resonance Insolids, он позволяет достаточно быстро публиковать последние результаты. Значит, это электронный журнал, значит, он входит в скопус, это его данные по 2015 году, и в результате, так сказать, ну, достаточно быстро можно получить публикации. Ну, отмечаю, значит, следующее, что рецензенты достаточно строгие и заворачивают часто. Заворачивают работы часто, либо отправляют на доделки. Значит, теперь я два слова хотел бы, так сказать, вот, пользуясь моментом, сказать о тех юбилейных мероприятиях, которые мы планируем в ближайшее время. Мы знаем, что вот в конце сентября 2017 года будет 110 лет со дня рождения Евгения Константиновича Завойского, и мы будем проводить неделю Завойского, а 1 июля 2019 года исполняется 225 лет Ивану Михайловичу, со дня рождения Ивана Михайловича Симонова. Мы тоже планируем, так сказать, оформить кабинет в виде его музея, значит, и будет конференция и публичная лекция. Международное сотрудничество, здесь какая-то часть. Я, единственное, здесь на этом слайде хотел бы показать вот эту цифру 130 статей, то есть это то, что мы реально сейчас публикуем, то есть порядка 30% от общего числа публикаций Института физики в соавторстве, с зарубежными партнерами. Это реально вот то, что мы хотелось бы показать на этом слайде. Это по 2016 году вместе со студентами и аспирантами у нас опубликована 91 статья, 21% всех наших публикаций имеется в виду скопусы в Apple Science. Теперь вот кратенько пробежав, так сказать, научную деятельность, естественно, второй нашим составляющим является образовательная деятельность. И вот, так сказать, что, какие мероприятия мы запланировали на этом пути, значит, здесь они кратко показаны, но прежде всего все, что мы имеем, зависит от то, что от инкама, то, что к нам приходит. Поэтому, так сказать, все зависит от того, что, от того, какой качественный прием мы имеем. И в этом направлении, вне всякого сомнения, надо работать. Я хотел бы сказать, ну, дальше, наверное, лучше я об этом скажу, когда буду по каждому вопросу говорить отдельно. Значит, что касается, так сказать, увеличения качественного приема иностранных студентов, почему качественного приема, потому что в 2015 году мы приняли 75 иностранцев, на второй курс перевелось только 21 человек. Значит, контрактных иностранцев. Дальше пункт это, естественно, увеличение числа магистров и аспирантов, поскольку, как бы мы ни хотели, кадровый резерв мы обязаны готовить и в этом смысле мы обязаны увеличивать их число. В любом случае, естественный отбор никуда не денешь. Значит, теперь тесная связь с работодателями, ну, и дополнительные образовательные программы. Я там дальше об этом остановлюсь. Значит, нашим сотрудникам известны хорошо те направления подготовки. Я просто для вопроса. Позволите, я бы хотел по ряду моментов пройтись. У нас Андрей Павлович здесь. Вот все, что по своей трансляционной медицине, вы можете каким-то образом прокомментировать, Андрей Павлович? Прокомментируйте, пожалуйста, и для большего понимания. Да? У нас, по сути дела, три лаборатории работают физических. Одна как бы по ЭМР, вторая, так сказать, вот, вернее, третья группа, которая сейчас структурную биологию, с ЭМР ушла, это вот Аберт Вартанович. Еще одна группа, это по лазерам. Мы так договорились, что первый, ну, скажем так, год-два идет такой поиск и продолжает то, что они делали. Вчера был семинар по поводу лазерной группы. Здесь я могу сразу сказать, хотя меня не было, но мне показали протокол, доложили, я посмотрел там его записи и ознакомился с результатами. Знаете, немножко вопрос идет о другом. Вот, я бы, честно говоря, низко кланялся бы физикам по одной простой причине, что нам надо сейчас. Нам нужны неинвазивные датчики и методы регистрации всевозможных физических явлений в нашем организме. Потому что, когда мы говорим о медицине будущего, а медицина будущего, это дигитал-медицина. То есть, если вы посмотрите, вот реально, сейчас все здесь есть. И в прорыв можно уйти. То есть, вот артериальное давление это маленький параметр, так сказать, но все остальные физические параметры, может быть, даже сканируют. Потому что сейчас разговор идет о том, что вообще при помощи вот этого айфона, смартфона, можно вообще чуть не рентгенограмму какую-то делать, ну, аналог такой. Вот мы не понимаем, ни один врач этого не понимает. Но вот это надо, потому что это всегда будет на связи. Потому что, я почти как Нитимир Шарипович говорю, почему? Потому что, потому что вот когда по лазерам, там, не обижайтесь, пусть коллеги, понимаете, мы когда в самой дискуссии были, гряжку можно выжечь, ее можно выжечь, так сказать, и убрать. Куда она потом, и вчера вопросы эти были, куда она пойдет, Дебрис вот этот, капилляр ли пойдет дальше, забиваться будет, или еще что-то. Ну и на самом деле, если необходимо здесь, идея может быть и хорошая, давайте подумаем, как провести нормальные доклинические исследования в первую очередь и на базе на Парижской коммуне. То есть это, насколько я понимаю, что Травкач, вопрос был примерно такого рода, да? Вот, да. То есть надо провести... Дело в том, что у нас представители Института физики и раньше физфака всегда пытались к этой теме подойти и все время делали, ну, по сути, самостоятельную работу. У нас в составе университета подразделения медицинского не было, да? Основщиками задач по сути, в той или иной степени сами же физики выступали и пытались сами же реализовывать. Вот здесь вчерашний участник в дискуссии сидит у нас Резванов, значит, Альберт Анатольевич. Поэтому, поскольку здесь в качестве научных прорывных тем было заявлено вот фотоника для биомедицинских инфокоммуникационных применений, да, материалы. И в то же время вот то, что вы сейчас озвучили по лазерам, насколько эта тема перспективная, поскольку все это финансируется через вас, по сути. Мы пока не можем сказать, потому что результатов вот таких, скажем так, то, о чем вчера мы даже говорили, почему я не был на семинаре, хороших доклинических исследований, которые вот и с индусами, и с москвичами разговаривают, нам надо провести, у нас есть и культуральный блок, и все, так сказать. И тогда мы получим, по крайней мере, первый результат. Теоретически может быть эффект, но пока мы не видели. хорошо, тогда для вот проведения этой работы что сегодня нужно? С вашей точки зрения? Вам надо составить совместный протокол, когда клинику перебезти. Почему этого не делается сейчас? Не был пока разговор, вчера был первый семинар. Не-не, но сеймашкой этим делом занимается уже не первый год. Да? У меня, коллеги, просьба, вот, дело в том, что все, что идет через, финансировано через другое, через другое подразделение, ну или через другое САЕ, как сейчас отмечено в дорожной карте. Нужно, чтобы изначально в процессе формирования технического задания, обсуждения проекта, после поисковых исследований, протокольно все это было зафиксировано. Да? Не к 2020 году, мы можем так планировать и к 2030 году. Дальний горизонт планирования, он очень удобный. Нет, я с вами полностью согласен, Сатар Викторович, я еще раз говорю, вот я обращаюсь ко всем, коллеги, вы знаете лучше нас, дайте нам неинвазивные всякие штуки, датчики, как это снимать. Вот поэтому я прошу вот семинары и встречи проводить до тех пор, пока вы не придете к обоюдному согласию по тем или иным направлениям. И начать финансировать эти работы только после того, когда будут определены и конечные цели, что мы хотим сделать, и поэтапные результаты достижения этих целей. Понятно, что не все можно реализовать, где-то что-то на каком-то этапе уйдет, мусор, как говорится, да, то есть это поисковые работы, здесь проблем никаких нет с этим, но мы должны осознанно идти к этому. Не так, чтобы там 20 лет или 10 лет финансировать, а потом сказать, извините, у нас ничего изначально не появилось. У нас все условия для того, чтобы сегодня провести док-клинику есть, ничего нам не мешает. Единственное, есть проблема, коллеги, сразу скажу, когда мы с вами делаем какой-то прибор или еще что-то, здесь надо четко отдавать себе отчет. Мы вошли уже и в Евразийский, и во всякие основные союзы. как раньше в Советском Союзе провести через Минпромторг и прибор какой-то распространять, сейчас не получится. Сейчас требования достаточно жесткие. Я бы не лез, вот честно говоря, вот в эти вот большие приборы и, ну, скажем так, методы лечения и большой диагностики. А вот то, что, так сказать, ну... Не, подождите, нам пока нужно сказать, все это приведет к конечному результату, а дальше это уже будет зависеть в том числе от нашего административного ресурса. Насколько мы эти вещи добьем. Некоторые вещи делаются спонтанно и очень быстро. Нам нужно сегодня просто понять, вот тот эффект, о котором группа возглавляема Семашко значит, озвучивает, можно реализовать или нет? Да? Вот все, что касается вот этих атероскористических бляшек. Но вчера была дискуссия, мы договорились, что после дополнительной дискуссии дальше продолжим. Да, у нас же все зависит от того, насколько эксперимент вы удастся вам поставить или нет. Результатом любой дискуссии не сама же дискуссия должна быть. Должен быть эксперимент. Посмотрите, как это можно сделать. Для этого нам не Минторг не нужен, никто не нужен, никакие ограничения у нас не сдерживают для эксперимента. до клиника. До клиника ничего нас не сдерживает. Дальше пойдут вопросы. А тут так статьи пишутся, заявки идут. Выжгли, не выжгли, еще вопрос такой, может быть, это... Хотя проблема бляшек, это достаточно большая проблема. Хорошо. Это и проблема, и вопрос. Вопрос. Я буквально два слова добавлю. То есть я к чему хотел, просто я докончу. Все, что связано через другие стратегические единицы финансирования, определяете Андрея Павлович вы. И задание само должно быть написано совместно с исполнителями. Весь этот интерес и был в том, чтобы физики подключились к решению этих проблем. Изначально. Значит, и второй момент, вот то, что касается приборов. Вот у вас везде в качестве КПА выставлены статьи. Патентов практически нигде нет. Их тоже расставьте. Понятно же, что нам нужно научиться регистрировать все эти новые вещи. Хорошо. Я два слова запомню. Нет просто. Я, может, не увидел. Спасибо. Нет, там действительно это была ошибка, мы там не написали, просто мы шли по программе развития. Я буквально два слова хотел сказать, что вчера, когда был семинар, мы договорились о совместных эспирантах, медиках, для проведения для проведения как раз клиники. Об этом речь шла вчера. Вот при обсуждении дорожных карт других институтов мы говорим об открытых лабораториях, либо, вот как сейчас садовничий говорит, о лабораториях для молодых. У вас нет желания что-то такое сделать? У нас, понятно, я вот посмотрел всех руководителей, ну, они, в общем-то, очень известные люди, но это как бы почти все старше меня либо моего возраста. Молодым ребятам у вас в принципе доверия нет или условий нет для них? Вот у того же Андрея Павловича, если вы посмотрите, за флабами везде, то есть это не просто люди, которые являются формально заведующими лабораторией, это люди, которые несут персональную ответственность за других людей, в группе некоторых из них сегодня по 15 человек работают, то есть это полномасштабные по заявкам кафедры. У Рязанова сколько человек работает? А? У Рязанова 100 человек работает, у нас таких кафедр нет давно уже. Поэтому, то есть я для уж сегодня говорил на эту тему, Виктор Антонович Садовнич чуть по-другому все это назвал, не открытой лаборатории, вот мы были с Дмитрием Альбертовичем на встрече, он говорит, вы знаете, вот сложилась такая ситуация, я цитирую буквально смысл, когда молодые люди либо уезжают, либо, значит, мы должны что-то им дать, ждать они не готовы. заведующим кафедрой у нас уже далеко за 50, мягко говоря, так? Но они тоже неплохо работают, смысла их менять тоже нет. Поэтому, Дмитрий, то есть Виктор Антонович говорит, мы решили вот создать отдельные лаборатории для молодых, пусть они параллельно работают, никому не подчиняются, у них есть собственные темы, и эти темы они реализуют. Мы это начали делать 3-4 года назад, мы это тоже начали делать вынужденно, то есть это был спрос на это. В институте физики я бы хотел видеть хотя бы 5-6 таких лабораторий. Пусть темы будут параллельны, но когда молодые люди сами ведут и сами отвечают за это. Есть у вас? Ну, реально оно так и есть, если посмотреть, скажем... Чтобы ребята после защиты и диссертации не уезжали с святой. Что ты скажешь? Реально, если посмотреть ту же самую тему, там Дмитрий Альбертович супервайзер, а реально не Язби и Сенгулов, он все и тянет и руководит. А можно вот видеть какие-то лаборатории, где супервайзеров нет? Ну, давайте называть все русскими словами, да, у нас мы привыкли так чего-нибудь там умничать. Давайте создадим группу людей, которым дадим возможность и дадим возможность тоже ошибиться. Уйдем вот от этого повального контроля. Может у них что-то получится, никто же, вы посмотрите, ну, историю всех высоких научных достижений. Все они в основном делаются до 35-40 лет, это точно. Там, где была финансовая возможность сейчас создавать, вот лабораторию в САЕ, значит, за островызов, там молодыми людьми руководятся, три лаборатории руководятся. Хорошо. И потом, вот, в качестве двух руководителей нельзя разделить вот приоритетные направления. Я могу ошибиться, вот, чтобы не листать там, где у нас профессор Сахибурин и профессор Шестяков возглавляют. Ведь, по сути, ну, направление, конечно, можно все объединять, но, по сути, для контроля и для видения динамики развития можно было бы эти направления разделить. Вы не думали об этом? Вот, если посмотреть, сейчас... Потому что и по уровню финансирования сейчас все, что делается Олегом Николаевичем там, и вот взаимоотношения с КАМАЗом, тот маленький КАМАЗ, который вы видели, ну, это сегодня он стоит в инженерном институте, там, вешаются на него разные датчики, программки отрабатываются, с сентября будет настоящий КАМАЗ, насколько я знаю, КАМАЗ идет на то, чтобы дать реальный автомобиль для испытаний. У нас просто помещения на ФИСАКе нет, поэтому будет двор инженерного института. Так, пожалуйста. Вот если посмотреть на слайд, то уже сейчас два центра, есть центр астрофизики и космологии, где руководит сейчас Сушков, и центр космических исследований и технологий, где Олег Николаевич. Они сейчас уже разделены структурно, то есть два научных центра, в составе которых один из лабораторий. Я просто читаю основные научные направления института физики, приоритеты научно-технологического развития. Первый, физика, инженерии перспективных материалов, профессор Таюрский, исследование медико-биологических систем физическими методами профессора Аганов из Кирда, дальше идет космические инфокоммуникационные исследования технологии разработки приборов на новых физических принципах профессора Сахибулина и профессора Шостякова. Я вот об этом говорю, поскольку здесь перечислено все, что можно. Надо разделить, тогда и центры ответственности будут известны, и у нас еще разговор идет о создании центра по работе техники, но на площадке трех, по сути, институтов, и при обсуждении в инженерном институте, мы говорили, это инженерный институт, ШИСИТ, ВМК и отделение радиофизики института физики. Шестер Афгатович, я просто поясняю, у нас так и было раньше, когда нам ограничили число основных научных направлений, было такое ограничение, которое утверждается на 5 лет, а раньше у нас было как раз 4 научных направления, они так и были разделены. Не, не, никто не ограничивает. Дело же в том, что мы обсуждаем дорожную карту в коллективе. Если вы считаете, что это должно быть вместе, то останется вместе, если вы считаете, что это, ну, это слишком большие проекты, разные причем. Шестер Афгатович, это те направления, которые утверждены ученым советом университета, и мы просто их не меняем. Если возможность будет изменена. Я вот, к сожалению, по-татарски плохо умею тоже говорить, да, может быть, еще раз по-русски хочу повторить. Все, что мы обсуждаем, если вы считаете необходимым, ученый совет университета сделает так, как нужно институту. Да? Утвердили, жизнь же меняется, ну, давайте утвердим то, что пять лет назад было тогда. Мы же для этого каждый год и собираемся, для того, чтобы, как вы правильно сказали, ну, немножко внести корректировки в написанные нами же и утвержденные дорожные карты. Вот, вы привели примеры, графики там были, посмотрите, Томский государственный университет, какой скачок он сделал в публикационной активности. Значит, в области цитирования то же самое. И я бы хотел видеть, чтобы, ну, у вас план достигнутый 2016 года выше, то есть, результат достигнутый в 2016 году выше по публикационной активности, ну, количеству публикаций, простым языком говоря, чем план 2017 года. Да? Вот, если мы, ведь вы совершенно правильно сказали, рейтинги не самоцель, рейтинг это просто бонус, который нам дает определенные возможности получить дополнительные ресурсы. Вот и все. Но, вот таким образом получится, что Томский университет пока не был в первой группе, осенью он перейдет в первую группу. Да? И мы вместо 900 миллионов, там 820 в этот раз, да? 849, получим миллионов на 200 меньше. При таком подходе. Вот и все. Потом будем говорить, почему это произошло. А 200 миллионов для университета это все-таки большая сумма. А? Да, это, ну, понятно, хоть все мы говорим, что экономика пошла там вверх, результаты ее, ну, понятно, что есть определенный лаг временной. экономика, реальное финансирование, даже при том, что сегодня, если экономика начнет двигаться со спада, там, полтора-два процента, то бузы или мы финансирование ощутим только через 3-4 года результаты. поэтому нам нужно цепляться за любое финансирование сегодня. Можно, конечно, говорить, мы великие, там можем работать и без денег, но мы, точнее, вы знаете эти периоды, вот, Альберт Вартанович, все вы работали и в 90-е, когда финансирования не было. Но жизнь же немножко по-другому сегодня двигается. Нам все время и так не хватает ничего. Поэтому просьба все-таки более амбициозные ставки поставьте. Даже если мы амбициозные вещи не выполним, мы все равно продвинемся. А если мы изначально себе ставим планку ниже, чем другие, но... Я единственное хотел бы обратить ваше внимание, что вот мы увеличиваем число цитирований в два раза. Я видел... Вот здесь вот, чтобы увеличить качество статей. Вот тоже самый педагогик говорит. Ильчат Равказич нас критикует. Я говорю, как только вы количественные показатели уменьшите, так вы сразу уйдете с рейтингов. Как только уйдете с рейтингов, остановится финансирование. Это не моя, как бы... Я просто вам говорю то, что произойдет. У нас может быть амбиции, что давайте мы две-три статьи качественные будем делать. И такой подход, наверное, поддерживается. Но имейте в виду, сегодня Институт физики за многие годы получил самостоятельную как бы возможность участвовать в САЕ. Да, вот то, что сегодня Олег Николаевич там с коллегами ведет. Вы участвуете практически во всех САЕ, начиная от педагогов, заканчивая медицинский тематик. Ну, просто медики вам деньги давать тоже не будут. Пока не будет, виден конкретный результат. Они же тоже, то есть, вот их профинансировали, я условные цифры называю, допустим, там, 300 с небольшим, миллионов рублей. учредитель говорит, хорошо, мы вам деньги дали, а где результат, чего вы сделали? Ну, отштукатурили здание, хорошо, а дальше что? То есть, сегодня у медиков, биологов динамика идет, неплохая. Добрый день, Владимир Владимирович, заходите, пожалуйста. Значит, вот как раз там Киасов сидел, подогрел, но их тоже прикроют. Поэтому мы вот вчера обсуждали не дорожную карту, я просто для коллег говорю, мы говорим, хорошо, у нас движение по фарме есть, пока проект по фарме 2020 движется. В 2018 году завершается этот проект, дальше что? Мы оборудование купили, создали лабораторию, а дальше мы должны быть пригодны для бизнеса. Для этого нам нужно просто лицензировать все это оборудование, все наши лаборатории, и в этом случае крупные фармкомпании, которые хотят войти в рынок России, вынуждены будут к нам обращаться, потому что таких лицензированных центров по стране не так много, их единицы. Я задаю конкретный вопрос Юрию Григорьевичу, почему мы это сегодня не делаем? Ответ, до 2018 года у нас еще будет фарма 2020, вот когда этот проект закончится, мы начнем это делать. Зачем это делать? То есть это же не только на нем замыкается. Мы второго, говорю, Юрия Григорьевича тогда создадим, который будет этим делом заниматься. Мы найдем молодого человека, который прогнозирует свою жизнь, связывается с университетом на 10-15 лет. мне сейчас 56 лет. Если мне скажут, давай через 15 лет я прибавлю к своему возрасту, что мне будет 70, я, может быть, буду это делать, но мне, может быть, это уже не будет очень интересно. Потому что ректором я буду до 65 лет, в лучшем случае, дальше по закону все это запрещено. 9 лет. Мне еще как-то интересно на этой позиции. Поэтому давайте мы прогнозируем до 2020 года все-таки более амбициозные ежегодные планы тоже поставим. Это по науке, то, что касается. Какой-то Нижненовгородский университет сегодня позиции занимает лучше, чем мы. Я говорю, какой-то специальный. Это хороший университет, безусловно. Но нашему институту физики надо подумать. Понятно, и Томский резко сделал скачок не только благодаря своим ученым. Они входят в большинство сетевых проектов. То есть совместные проекты, поэтому количество публикаций у них по памяти, говорю, примерно почти в два раза больше, чем у вас. Да, по структуре университета все неплохо. Но когда сравниваешь вот этот график, если вы приведете, он у них резко пошел вверх. Проанализируйте, пожалуйста, почему так произошло. Вы увидите, что они вошли в кооперацию с институтами РАН, они вошли в кооперацию с многими университетами и работают по совместным проектам то же самое, что делают наши астрономы. По количеству соавторов там тоже достаточно большой ряд. Соответственно, соавторов много, цитируемость тоже пошла, исходя из этого. Можно, конечно, я еще раз говорю, быть очень чистолюбивыми и сказать, что мы другим путем идем. Но раз мы играем в эту игру, нам надо подумать, как это делать. Это, вот как бы помягче сказать, это такая же возможность, как гранты. Мы же в грантах участвуем, хотим получить бонусы в виде ресурсов, да? Вот если мы хотим получить бонусы в виде ресурсов, давайте посмотрим, как это можно сделать. Вот вчера опубликовали рейтинг ОРВО нашего университета там нет. Там есть Уфимский авиационный университет, там есть Белгородский университет. Как бы ни относились, но ОРВО там как раз все связано с наукой и там в качестве базов берется не с Копус, а только веб-офф-сайенс, поскольку я помню, оратор шестак, да? Да, и цитирование. Да, у нас, у них по 2-3 высокорейтинговых ученых, вот, по наукой метрике, у нас один сила в университете. Поэтому просьба вот, как бы, думать, что это требование программы, да? Здесь, может быть, с точки зрения науки не так важно, но это друг друга подтягивается. Будут деньги, у вас будут ресурсы финансировать научные исследования. если мы не будем в этом проекте участвовать, денег не будет, потом будем жаловаться, почему у нас нет на науку. Вот и все. Пожалуйста, какие вопросы по обсуждению первой части Дмитрия Альберсиспа, оратор, что вы потом целиком скажете? Я, честно говоря, приношу извинения, что вот прервал вас в первой части, исходя из того, что Андрей Павлович просто хотел несколько буквально, то, что он хотел сказать, он вот и сказал перед уходом. У него мероприятие сейчас. Давайте тогда мы ко второй части с вашего позволения присутствуем. И вот, пожалуйста, патенты тоже, особенно вот то, что делается Арбертом Артановичем, Дмитрием, Владимиром Дмитрием, чем Олегом Николаевичем, патенты тоже надо, им тоже надо заниматься. Ну вот, возвращаясь, командир. Да, и потом, по первой части, это уж просто к презентации. Вы везде индексы Хирши проставили приглашенным ученым, а нашим нет. Это специально сделано? Или извежливо? Не вежливо, просто за таком. Там может быть неизвестно, здесь известно. Ну кому известно, вы же проставьте. Мы же позиционируем университет, мы же без ученых университет позиционировать не можем. Сейчас, только из этих сображений, честно. Чего это? Хорошо. Пожалуйста. Вы можете сказать тогда, вот у него индекс Хирши не такой высокий, но благодаря этому ученому институт физики заработал. Вот вы помните, когда мы продавливали хост договора? Буквально 34 года. Наконец-то первые прорывы пошли. Я не говорю, что пошли у медиков, медики заработали в прошлом году примерно 500 миллионов рублей. Сегодня, наверное, на ФИСФАК, я уж по-старому говорю, самый крупный договор сегодня у Шерстякова прямой хозяйственной. Я говорю только о прямых хозяйственных договорах, я не говорю о грантах. Первый договор 90 с лишним, да, миллионов, и еще 17. Там больше 100 миллионов рублей. Ведь КАМАЗ прошелся, по МФТИ прошелся, с Бауманкой, с другими, значит, представители Сарова там заходили с предложениями. И причем не было никакого административного такого давления. Там на такие КАМАЗы, на такие компании давить бесполезно. Там наш филиал, во-первых, то, что делает сегодня группа, достаточно интересная. Вчера я посещал в инженерном институте, мы выделили полэтажа почти. Тоже там пришлось не так легко с Наиль Фаековичем. Просто пришлось отобрать. Говорят, что у ректора я практически не использую, пытаемся всегда договориться, но когда первый раз, второй, третий раз не удается договариваться, приходится использовать данную власть как бы административную. сегодня прекрасные лаборатории там получаются и создается хорошее условие. Построим кампус ближе к этому зданию, переедете, ничего здесь такого нет, потом ближе к главному корпусу. Пока надо загружать те корпуса, площади, которые есть в университете в целиком. Вот у вас конференции проходят, сейчас говорят, на площадке, круглый стол проводите на площадке отели. Я спрашиваю, почему, говорят, залов не хватает, помещений не хватает в университете. Ну, наверное, с одной стороны, плохо искали, мне пришлось выкручиваться перед академиками и сказать, я говорю, вот у нас очень много конференций, поэтому вы же извините, что вас на площадку гостиницы отправили. У нас просто заняты все аудитории гаками. Ладно, мы же, понимаете, мы же тратим деньги в гостинице, у нас аудитории не заняты. Каждой конференции мы позиционируем университет и проводим экскурсию. Мы быстро меняемся, и люди должны знать, что у нас происходит. В этом случае так называемая академическая репутация у вас тоже будет увеличиваться. Если мы конференции будем проводить на площадке гостиничных комплексов, которые под это дело специально и создают сегодня инфраструктуру, тогда повышать академическую репутацию будет не так легко. Вы знаете же, мы с участием председателя правительства провели конференцию, выездное заседание комиссии по технологическому предпринимательству не из-за того, что Корстон не мог дать. Мы договорились, что в этом случае все средства массовой информации будут там и позиционировать будут университет. на площадке Унайли Гумераны проводим все темы и вот вице-премьер Дворкович экономика спорта проводили, может быть, точнее экономика футбола. У футбола в прямом понимании этого слова просчитать экономику практически невозможно, она вся в расходной части. сделали эту конференцию, чтобы позиционировать этот институт. Там же был министр финансов Российской Федерации Силуанов собирал, там же, значит, Абызов вице-премьер, точнее министр федеральный. Мы же это не так делаем, что нам делать нечего и просим их собираться на наших площадках. Поэтому просьба это всех директоров касается, которые здесь присутствуют, постараться максимально конференции проводить у себя. Если что-то нужно, мы под это дело что-то, ну вот, какие-то небольшие ремонтные работы готовы провести. У вас, дай бог, будет министр образования, науки, там много у него еще обязанностей Японии. По-моему, 13 или 14 июля, да? Поэтому мы вам там подкрасим, подчистим, чтобы хорошо выглядели. Он будет посвящать лаборатории, связанные так или иначе с Рикеном. Поэтому это же целый министр страны, достаточно сильный в научном плане развивающийся. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы программа, которая реализуется в Японии, связанная с интеграционными действиями, с российскими университетами, они объявляют гранты для японских университетов по интеграции с университетами России. После посещения президента нашей страны в Японии появилась эта идея и суммы достаточно серьезные. Если министр приедет и посмотрит, скажет, вы в сарае, ребята, сидите, чего с вами там интегрироваться? Этого будет достаточно, чтобы в дальнейшем, когда мы его еще привезем? Да? Поэтому, вот, понятно, я просто это говорю в ответ, некоторые директоры говорят, Шадров Акадьевич, каждый день кто-нибудь приезжает уже. Это же мы проводим эти мероприятия, понимая, что это один из элементов повышения академической репутации тоже. Завтра представителями ЦУКУПа университета будет Дмитрий Альберт встречаться с бизнесменами. Наверное, вы тоже там будете. Это тоже вопрос. От них мы, не интегрируясь с российскими ВОЗами, не интегрируясь с ВОЗами-партнерами первой сотни или первой трехсотки рейтинговых университетов мира, не поднимемся ничего. У нас и ресурсов-то не хватит. Поэтому очень хорошо, что астрономы с академиком Сюняем благодаря ему совместным усилиям профессора Сахибулина старым связям мы работаем. А вот представьте, эти люди уйдут с авосцены, что дальше? Будут нас признавать, если их не будет? Поэтому молодая прияда, пусть она, у меня просьба, я ко всем директорам говорю, не только Сергею Ивановичу, пусть не 5-6 лабораторий, может у нас и ресурсов не хватит поддержать, пусть 2-3 молодежные лаборатории создайте, без, как вы назвали, без этих. Ну, вот по-русски правильно сказать, да, безначальник. А то имя там, он не руководитель, он супервайзер. А этот супервайзер может шага шагнуть не даст. Вот это шутка, но и в то же время доля правды. Вот мы как-то с Марат Рашидовичем обсуждали, я говорю, вот мы открытые лаборатории делаем, сделайте одного-двух ректоров молодых, которые бы сидели и говорили, решат, ты неправильно делаешь, вот так поступай, чтобы кто-то нас этот, у нас же суета заедает, мы же каждый день чего-нибудь где-нибудь должны быть. Да? Вот как этот, этот, я смотрю на Резванова, я извиняюсь, на вот Альберта Анатольевича, он со всех постов ушел, так сейчас ему суперрахат, как татары говорят, у него есть лаборатория, он там кайфует, живет и думает вот на этих наших встречах, когда они быстрее закончат, и я к себе уйду. И занимается любимым делом, с любимым коллективом. Раньше хоть критиковал, сейчас даже критиковать не приходит. все хорошо пока. Да? Ну, не в открытую, Альберт. Нет, когда он критикует, мы говорим, Альберт, возьми, пожалуйста, бумагу, напиши, как мы должны поступить, и он говорит, вот каждая моя критика всегда мне боком обходится бумерангом и уходит. Ему никто не запрещает, он так говорит, просто мы говорим, хорошо, мы работаем плохо, скажи, как нам работать хорошо. Так, нет? Так, пиши, отдай кому-нибудь эту диссертацию, у тебя там молодежь подросла. Пусть этот. Хорошо, но это шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Вот, если не будет обратной связи, мы ничего не сдвинемся. Поэтому такого рода обсуждения мы и проводим. И это не должен быть отчет директора. Это больше должно быть предложение, чего нам нужно делать. То, что произошло, мы знаем, у нас все данные есть. Пожалуйста, давайте к образовательному сегменту тоже перейдем. Мы здесь тоже не блещем вот пока. У нас есть здесь, куда стремиться, это данные МФТ. я встречусь, но я уже приведу пример Дмитрия Викторовича. Мы всегда всех начальников любим критиковать. Вот когда Дмитрий Викторович стал министром, первое, Андрея Александровичу давали прессу каждый день, вот как говорится. Дмитрий Викторович сказал, чего там каждый день все равно про министерство не изменится, давайте один раз в неделю. Начали один раз в неделю, потом он сказал, один раз в месяц. Потом говорит, давайте, коллеги, кому надо, смотрите, что о нас пишут, я все равно заранее знаю, что вам не говорят. тем не менее, в этот период были сделаны колоссальные подвижки, да, та же программа 5.100, она вот в это время зародилась и поддержка получилась, и все другие грантовые вещи были сохранены, и критиковали те, кто, но не попадал в эти вещи. Мы с вами знали, сутками делали эти проекты, иногда не один день, но они всегда получали ответную реакцию. Нас критиковали, били, но в принципе нас все время поддерживают. Поэтому я готов встретиться, но я тогда скажу вашему директору, что у него зам по воспитательной работы плохо работает, он же должен как-то так похвалить и критиковать, а не только так сказать, вы, конечно, товарищ ректор, неплохо работаете, хотя бы с этих, и дальше перечислить все негативы, которые они испытывают. Мы готовы вместе с вами. Хорошо, Сергей Иванович, я извиняюсь, что вот отклонился, просто хотелось от монотонности уйти. Про ректор уходит, как только образование начинается, касаться, у него тоже мероприятие, сейчас вручение дипломов, там и так далее. Пожалуйста. Значит, ну, кратко на структуре наших направлений подготовки, у нас есть наши традиционные направления, которые относятся к классическому университетскому образованию, то есть астрономия, физика, радиофизика. Значит, в последние годы мы заметно изменили нашу структуру, значит, появилось много направлений инженерных или прикладной направленности, то есть геодезия, дистанционное зондирование, новатик, информационная безопасность, нанотехнология и микросистемная техника, биотехнические системы технологий и есть педагогическое отделение с соответствующим профилем подготовки. Значит, вот о тех проблемах, которые я говорил, значит, вот результат значит, по приему у нас вот был в 74,8 в 15-м году, стал в 76, в 16-м году, здесь все циферки есть, по тому, куда мы как двигаемся, реально хотелось бы говорить о том, что надо делать. Ну, первое, с чем мы страдаем, это действительно низкий уровень в области физики и математики, если посмотреть по Российской Федерации, то средний балл ЕГЭ 51,2 в 16-м году. Значит, откуда такой балл, в общем-то, так сказать, понятно, поскольку, ну и не так много часов физики в школе, и если вот говорить о результатах этого года, когда 308 учителей республики, 380, извиняюсь, учителей республики Татарстан писали ЕГЭ, то средний балл был 61,05. Значит, дальше, естественно, здесь она, корреляция явная, я ее знаю, как бы, поскольку вот достаточно много сейчас в этом направлении приходится сталкиваться. Возвращаясь вот опять к работодателям, прежде всего, ну, естественно, у нас есть много конкурентов, которые работают успешно в области физики, это и МФТ, и МИФИ, и МВТУ имени Баумана, но есть и МГУ, естественно, но мы должны понимать, что кроме того, что они сильные, работодатели в московском регионе и там существенно больше. И вот я просто буквально позавчера общался с достаточно большим количеством восковальников ЕГЭ, а ни один из них не остается в Казани не потому, что, значит, вот ему не нравится здесь учиться, а причину они в явном виде называют, потому что не знают, где будут работать. И вот это наша глава. Я не спорю о том, что есть высокая репутация у ряда тех вузов, которые я перечислил, но есть и другая сторона. Ну и если говорить о приеме иностранцев, то это вот, я уже цифру это говорил, что вот в 2015 году мы приняли 75 иностранцев, 21 перешли на второй курс, сейчас их еще меньше, сейчас еще половинилось, а третий курс у нас остается, по-моему, 12 человек из этого набора. Значит, теперь вот что мы делали и собираемся делать по поводу увеличение среднего балла ЕГЭ, поскольку он, в общем-то, с одной стороны, с одной стороны, значит, я бы хотел здесь сказать так, значит, что на балл ЕГЭ надо смотреть с двух сторон, в том смысле, что тогда, когда к нам студенты поступают, мы всегда на первых двух неделях, вы все прекрасно знаете, проводим тестирование, и существует корреляция с ЕГЭ по математике, с ЕГЭ по физике корреляции никакой, я имею в виду результатов тестирования и тех баллов ЕГЭ, которые они получают. Тем не менее, ну, в общем-то, так сказать, потом так или иначе сказывается, что у кого более высокий балл ЕГЭ, не легче все-таки проходят первую сессию. Значит, первое, это вот подготовка к ЕГЭ, по сути дела, она выливается сейчас не просто в подготовку к ЕГЭ, а подготовку к, вообще подготовку по физике, поскольку, если, ну, скажем так, у молодого человека есть мотивация заниматься физикой, он и так и будет заниматься, а вот как заставить всех остальных, здесь мотивирующий механизм заключается в том, что ему надо сдавать ЕГЭ, если он хочет поступать в технический вуз, а это означает, что, так сказать, он так или иначе должен готовиться. Поэтому мы вот в этом году, мы в прошлом году, а в этом году мы немножко по другой системе проводили пробные ЕГЭ по физике, но они касались только задач повышенной сложности, это работало следующим образом, что сначала мы собирали вот двух аудиториях наших, 210-й, 212-й, вот полные вот эти залы, когда они писали, потом они получали разобранные, получали ответы по электронной почте, а через неделю, следующие выходные, с ними разбирались все задачи. И так делалось вот достаточно регулярно. Не знаю как, но пока от школьников отзывов не было, от учителей говорят, что это помогло, заметно помогло. Такие отзывы мы слышали. Значит, теперь, ну, естественно, имея, так сказать, ту мастерскую учителя физики, которая сейчас создана, ее не использовать, это будет грешно, и, значит, вот есть планы использовать ее как для, так сказать, переподготовки учителей в том направлении, что как она задумывалась, так и для того, чтобы готовить выпускников девятых и одиннадцатых классов, девятых классов к экспериментальным задачам, а одиннадцатых классов к качественным задачам, которые есть в ЕГЭ. Значит, олимпиады, ну, вот это те олимпиады, которые мы проводили, в этом году мы проводили всероссийскую, межрегиональную, городскую олимпиаду, ну, вот следующий год будем делать то же самое. Летние и зимние школы проводить необходимо регулярно, зимой проводили школу по физике и химии вместе вот с химическим институтом, сейчас проходит квант, завтра вот мы пять человек поедем туда, в Илабугу, будем там рассказывать детям о физике. Значит, работа с лицеями у нас, ну, мы стараемся вести ее регулярно, и, значит, то, что было сделано нашими коллегами, среда 21+, мы стараемся их, так сказать, применять и использовать. Вы говорили, работа с лицеями у вас идет регулярно, а что вы там ведете? Вот у нас IT-лицей в этом году выпуск 54 человек. По памяти, боюсь ошибиться, 100 балльников по IT, ну, по информации, информатике, по-моему, пять человек, дальше, средний балл у них тоже не очень плохой, по физике, если вот брать обязательные экзамены, ну, то, что они сдавали ЕГЭ, лучше всех они сдали информатику, математика дальше идет, дальше идет русский язык, значит, химия, физика, физика почти хуже всего. Вот вы говорите, мы работаем, вот качество работы, оно тоже в чем-то измеряться должно. И второй момент, у нас более 100 детей будет выпуск лицея Лобачевского, надо посмотреть, сколько из них к нам сюда поступит, институт физики, и зайти лицея, и лицея Лобачевского. Тогда, коллеги, какой смысл нам содержать эти лицеи, если с этих лицеев никто к нам не поступает. То есть нам нужно научиться формировать изначально траекторию образовательных программ ДЭМ. Сегодня институт химии, таким образом, вот и Борис Николаевич там, и Владимир Иванович здесь находятся, скажут, они же там проскакивают сразу некоторые курсы. То есть для них, для успешных, вот вы сказали, они к нам не идут, их манит Москва, там работодатели и так далее, но мы таким образом, если это происходит, должны же какие-то предложения давать, чтобы этого не было. Можно индивидуальную траекторию расписать. У нас сегодня сколько человек, скажем так, стабобальников, либо победители тех или иных олимпиад работают или учатся, точнее, учатся у вас по индивидуальным траекториям. Вы можете сказать, их озвучить? Вряд ли. Потому что, а? Ну, Сергей Иванович, не надо, мы же, у нас же семейный разговор, да, если этого нет, надо сказать, ну, один-два, это тоже не показать. То есть нужны звездочки, в этом случае к вам пойдут. Да? Если вы этого не сделаете по индивидуализации их траектории, то к вам не пойдут. Если талантливый ребенок в общую массу, где там ЕГЭ, как вы сказали, 50-60 по физике сяда, то ему неинтересно, что там будет. А работать, надо сказать, останешься в университете. Вот у нас, приведите примеры по средней зарплате, то, что вы озвучили. Но и скажите, где в республике, на каких предприятиях такая средняя зарплата. После физтеха тоже. Либо за рубеж надо уехать, либо где-то в том же физтехе оставаться. Можно, конечно, по-разному относиться. Я, когда коллеги говорят по средней зарплате, говорю, если вам не нравится, напишите заявление, перейдите в КАИ, в КХТИ, если вы очень талантливые, там, может, больше платят. Мы все находимся в общей ситуации. Да? То же самое я знаю у вас с электронной связи, с Елабогой. Елабожский наш институт по среднему уровню заработной платы больше всех получает в городе. Когда мы обсуждаем, говорят, не хватает, наверное, не хватает. Но там есть, году при камне с добычей или с добычей сейчас по-русскому как 2 миллиона 300 тысяч тонн. Вот чуть больше, чуть меньше, там, из года в год. Нефтяники уходят в 5 утра на вахту и вечером там приходят. Не только же те, кто в конторе сидят, начальники. Средняя зарплата у них в полтора раза ниже, чем в нашем институте. Не нравится, там, если вам вот всю инфраструктуру сделали. Нам все время говорят, как прием, нам говорят, снизьте уровень приема по деньгам. Хорошо говорим, но зарплату сохраните либо увеличьте. Но так же не бывает. Так не бывает. Поэтому мы находимся в жесткой конкуренции. Если мы хотим выжить, я сказал им, тогда вот ну вот выживаем, тогда вы должны сами немножко включить мозги. А то не так, что там стал профессором и больше ничем не занимается. То есть, как бы, вот я профессор, пришел на занятие, чего вы нас там еще спросите? Я ничего не прошу. Я просто говорю о той ситуации, которая есть. Вот и все. Да, условия жесткие. Но вчера, точнее, позавчера, я уже говорил, мы были на совместном заседании РАН и Совета ректоров. Обсуждали с многими академиками, с директорами академических институтов. Они боятся, что не сумеют выполнить все, что именено указом президента, то есть, два раза увеличить среднюю зарплату по сравнению с средней по экономике, особенно те, кто находится в Москве, в Московской области. В Московской области еще легче. В Москве очень жесткие условия. Их будут просто закрывать. Это значит, говорит о том, что они не обеспечены заказами, у них нет грантов, нет финансирования. Сохранять равное финансирование на выживаемость никто не будет, то есть, будут давать деньги тем, кто, ну вот, движется куда-то. Это не моя же точка зрения, это вот то, что происходит сейчас. Может, изменится ситуация? Вы знаете, что там 400 или 500 человек вышли против или за требования увеличения финансирования науки. Один-два раза выйдут, закончится тем, что этот институт скажет, закроет и скажет, раз вы... Вот мы сидели с Дмитрием Альбертовичем, удивлялись там в постановке вопросов. Мы с вами, коллеги, это прошли 4-5 лет назад. Они к этому еще только-только вот подходят, что надо быть востребованным, а не просто статусным. Сейчас на статус никто не смеется. Поэтому у меня просьба все-таки вот отдельно по профориентационной работе, если вы хотите получить талантливую молодежь, то, что школе не так готовят. Мы можем все время на эту тему говорить. То, что сливки уходят в Москву, тоже можем говорить. Ничего не меняется. Надо сказать, а что мы должны делать, чтобы изменить эту ситуацию? У нас есть два лицея. Хотя бы добиться, чтобы 80-90% выпускников лицеев поступало в наш университет. Институт химии, медицины, на физфак. Чтобы на физфак поступали, надо, чтобы они ЕГЭ хотя бы сдали. Вот из этих 54 человек, я по памяти не помню, но меньше 20 точно сдал ЕГЭ по физике. Чего мы хотим? Надо посмотреть, сколько раз мы в этом лицее были, чего мы с ними делали, встречались, не встречались. Сегодня порядка 40 с лишним, у нас Мухтарова нет, Владимира Маратовна, мы начали проводить летние школы по языку. 47 человек, по памяти говорю, может чуть больше, чуть меньше, приехало со всей страны на площадку нашего IT-лицея для того, чтобы в течение двух недель заниматься изучением английского языка. они поедут к вам планетария, все экскурсии на английском проводятся, то есть йогой занимаются на английском языке, то есть это не просто вот сели там язык, то есть все мероприятия происходят на английском, фильмы смотрят, обсуждают результаты этого фильма на английском языке, и третий раз дети уже записываются, некоторые от нее те же дети третий раз приходят. почему знаю, потому что все время программу смотрю, программу меняется, первый раз два человек приехало, сейчас сорок, придите к ним, это же талантливые дети сюда приехали со всей страны, ну покажите им ФИСВАК там, насколько я знаю, они даже запланировали, да, или уже были, расскажите на английском языке все, что, наверное, на русском рассказывали, я не знаю, может быть, я как бы не был свидетелем этой экскурсии, может быть, те, кто приехал изучать английский язык, у них появится тяга поступить в институт физики. Вот сегодня я уже рассказывал академик нам, что у него сын пошел не по его стопам, а пошел в МГУ и стал психологом. Папа физик, талантливый, регалий все, папа, сын взял и стал психологом. Потом все бросил, говорит, занялся бизнесом. То есть, может, они приехали изучать английский язык, понравится Казань. Казанцам, ну вот мы все были молодыми людьми, когда все время живешь в одном городе, хочется, ну, куда-то мир посмотреть, да? Сергей Иванович, просто мы, никто нам абитуриентов не даст. Все время будем говорить из года в год, что они хуже приходят. Ну, жизнь такова, что может быть, нам какие-то новые профессии придумать, новые программы. Вы пока их не озвучили, может, скажете по атласу новых профессий. А? По атласу не скажешь. Не скажете? По атласу нет. Ну, раз не скажете, так вы и говорите, они к нам не хотят прийти, потому что не знают, где будут работать. по-моему, когда вы и я учился, кафедры так же назывались, за редким исключением. Ну, ладно, это, я хочу, чтобы вот коллеги, которые нас слышат, если я говорю неправильно, скажите неправильно, но вот мы будем делать по-своему, сделайте что-нибудь по-своему, так, чтобы хотя бы человек 5-6 100 бальников к вам поступили. Вам с ними легче будет работать. А? Правда. Ну, правда, а что сделали-то? Потому что вот у меня просьба убрать с лексикона слово работаем. Надо сделать, мы это сделали и вот результат. А когда вы говорите, мы работаем, а все высокобальники уезжают, вот сразу оценка того, что, к сожалению, ну вот мы не очень хорошо работаем. У нас есть хорошая школа в республике, в Челнах есть, по памяти, по-моему, 122-я школа, или в Бугульме есть очень хорошая школа. В Бугульминце уезжает в Питер традиционно, в Челнынце уезжает в Москву. 131-я школа заточена на Москву. Олимпиаду, вы сказали, мы и в этом году будем проводить, наша Олимпиада по физике, к сожалению, выпала. Выпала по одной простой причине, что там очень много дали призеров. Всего две Олимпиады осталось, поэтому заблуждения вводить не надо. По физике выпала эта Олимпиада. Значит, задачки неплохие, как сказали эксперты, выпала по одной простой причине, что наши победители и призеры не сдали хорошо ЕГЭ. то есть они стали призерами нашей Олимпиады, победителями, а ЕГЭ сдали меньше, чем на 75 баллов по физике. Соответственно, это является показателем, что мы завышаем оценку. Логика в этом тоже есть. Нам говорят, зачем вы столько призеров делаете искусственно. мы же не можем сказать, чтобы они дополнительные баллы получили, чтобы к нам поступили, да? Все это понимают изначально, потому что Олимпиады из этого реестра дают право получить до баллы к своему ЕГЭ и поступить. Пожалуйста, Сергей Иванович, вот давайте этот. Продолжен? Да, да, конечно. Значит, вот на этом слайде написанными мероприятия, те, которые мы делаем и будем делать по работе с учителями. Значит, в том числе, так сказать, это для нас важно, поскольку у нас есть предотделение, вот мы уже второй год наши студенты проходят только в наших лицеях практику и здесь есть обратная связь с директорами лицея. Здесь, по сути дела, все мероприятия написаны. Ну и значит, на что мы еще обращаем внимание, на что, так сказать, необходимо делать, то есть, это все-таки повышать именно предметную подготовку учителей, я имею в виду тогда, когда идет переподготовка учителей. Здесь, ну, это слайд о творческих мастерских для подготовки учителей физики. Эти две, так сказать, два класса были в этом году запущены в здание Института психологии образования, где, так сказать, есть возможность работать очень интересно нашим магистрам, которые учатся по педагогическому направлению. Значит, что касается иностранных студентов, значит, пока мы работаем в основном это, так сказать, ближние зарубежья, значит, дальние зарубежья у нас получаются пока штучно, и трудно открывать магистрские программы на английском языке, поскольку пока на сегодняшний день, так сказать, есть два человека, один из Венесуэл, другой из Алжира, которые записались на физико-конденсированном состоянии на английском языке, на физико-конденсменте. Ну, и, соответственно, то, что мы работаем дальше, это связано с нашими уже традиционными программами, с студентами Инсбурга и Тринити, которые в этом сентябре опять приедут к нам учиться. Остальные мероприятия здесь есть. По магистратуре здесь кратко наши магистрские направления подготовки, значит, конденсменты физик и физиков магнитик феномен, это те, которые у нас аккредитованы на английском языке, но пока проблемно в том смысле, что пока реальных наборов полномасштабных мы пока не получили. Значит, была попытка набрать индусов, но значит, вот пока после первой поездки туда это не получилось. Значит, и мы встречались с регрудинговыми агентствами из Индии, они обещали, но пока у них тоже пока почему-то не получается. Значит, модернизация магистрских программ, вот здесь написано, чем мы занимаемся, значит, это программа по медицинской физике магистрской, международная аккредитация программ по медицинской физике, значит, мы подготовлены программой по наносистемам и наноматериалам, которая находится сейчас на лицензирование, значит, нам также необходимо аккредитовать магистрскую программу по информационной безопасности, значит, в рамках магистрской программы по физике конденсированного состояния сейчас сделана программа для учебы наших студентов в Объединенном Институте Ядерных Исследований с той базовой кафедрой, которая была создана, значит, недавно была подписана, так сказать, документы о создании сетевой магистрской программы со Сколтехом в области фотонных и квантовых материалов, значит, по радиоастрономии планируется и вот сейчас ведутся работы, чтобы часть магистратуры в рамках вариативной части, часть магистратуры по электромагнитным полным средам в рамках вариативной части переделать под радиоастрономию, и это дело идет. Ну и в рамках САЕ, значит, по направлению связанному с астрономией и космологией, значит, сейчас готовится международная программа, которая в будущем будет, значит, передана на международную аккредитацию, есть планы по привлечению бразильских студентов. Сергей Сергей Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот на этом слайде, пока вы его не убрали, сколько предполагается привлечение магистров по данным разрабатываемым программам, вот совместной образовательной программой по ядерной медицине, как вы говорите, достаточно интересная тема, все знают, где будут работать, значит, сетевая магистрская программа с университетом Сколтех, и в рамках магистрской программы электромагнитные уголовный средок создания совместной вариативной части программы по радиоастрованию. Есть какие-то цифры, которые вы прогнозируете, потому что на разработку программ уходят тоже ресурсы, не только финансовые, но интеллектуальные ресурсы задействованы? Значит, что касается по программе по физико-конденсированному состоянию под, так сказать, объединенный институт ядерных исследований, значит, у нас это программа по направлению физика, там 35 бюджетных мест, сейчас идет конкурс, значит, ориентировочно, по нашим оценкам и по разговорам со студентами интересы представляют как физикам, так и выпускникам бакалавриата по нанотехнологиям, ориентировочно ожидается, значит, примерно 15 человек в сумме имеется на физико-конденсированное состояние, значит, условно на заводах ядерную физику ядерную медицину, то есть около 80... биологи наши могут поступать на магистрскую программу? Нет, наверное, это другая. как, что значит, они не могут, почему не могут? А? Альберт? Если биологов не будет, то у вас ничего хорошего в этом проекте не будет, потому что там должно быть примерно 50 на 50. Там в разное направление будет. Вот так вот, вы сделаете то направление, которое нужно для того, чтобы они получили право работать в клиниках. У нас же самая большая проблема потом, где работают. Вот они же должны получить право работать в онкоцентрах фрукных и так далее. Я переносил в тренинг и занимаюсь. Мы уже, он же нашим спортером тернили программой для работы и в клинике для нас и в клинике. Там 7 человек уже сработали. Это все уже сделано, с ними согласовано. Сейчас надо другое направление. С медиками начинаем участвовать от силовой переподготовки специалистов. Я тогда буду перейду на вашу терминологию. Когда вы неоднократно говорили, что у ФИСАКа должно быть собственное лицо. Вот сейчас директор с информацией выступает и говорит, самая большая проблема в высокобаге в том, что они не знают, где они будут работать. Вот когда я куда-нибудь хочу зайти, я должен знать, как я откуда выйду, с каким результатом. если я куда-то поступаю, вот интерес к физике как таковой сегодня проанализируйте, он в каких областях есть? Я знаю. Ну, не знаете, это же, вы должны знать, тогда как мы профориентационной работой можем заниматься. Значит так, это, мы же возвращаемся к тем же нашим дискуссиям, которые были год назад, полтора года назад. Если мы берем куда только физиков, то, чтобы у нас не получилось так, что у нас есть недопонимание, то есть по сути мы на разных языках говорят физики и медики. До тех пор, пока они, ну, им надо сесть и добиваться того, чтобы, пусть будет какой-то смешанный язык, о котором мы на счете говорим. Ведь преимущество Эпатрии сегодня, то, что он выигрывает многие гранты, как раз в том, что физики работают по многим медицинским вниманиям. Да, сегодня первый метод поступает таким же образом. Он приглашает физику, но они выполняют конкретные работы, которые нужны медицине и уже сразу с переходом на клинику. То есть процесс, он должен иметь какое-то логическое завершение. Поэтому на магистрские программы ничего не мешает. конечно, если вы будете принимать на магистрскую программу по ядерной медицине, исходя из требований в ИСАГ, в институте физики, то ни один георг туда не сумеет просто пройти. в горе у вас бюджетные места есть. Хотя сделайте три-четыре в разном уровне вы сделаете и эти же программы вы сами разрабатываете зачетные. Правильно? Сделайте миг. Мы же сегодня лабораторию с вами создали, то что ваши ребята работают с лабораторией Марата Юсуфова. Сегодня даже приняли решение объединить все эти три лаборатории. сконцентрировав и пошли первые результаты, которые реально можно вывести на хороший уровень. Совместная ваша работа, насколько я знаю, но я имею ввиду лаборатория, стала лучшей работой по-моему за май месяц во Франции признана. Поэтому это же показать не биологи сами по себе, не физики сами себе как-то не достигнули. То же самое сегодня, вот Владимир Иванович перед вами сидит, то что занимается Сирикеном, забыл как девушку зовут, Курбан Галеев. Тоже неплохие результаты пошли. Если мы не будем вот это делать, мы говорим о междисциплинарных темах, сами как-то так все защищаем собственную тематику. Отпустите вы их, возьмите, сделайте. Мы сегодня, вот здесь многие сидят, мы собирались сегодня на первый установочный семинар по корпоративному университету. Вы же все знаете, что приостановлены выборы заведующих кафедр, мы, наверное, какие-то там потом посоветуемся, на ученом совете с вами сделаем какое-то исключение для топовых людей. А так будет один стандарт, они будут проходить обучение в корпоративном университете по всем темам, которые мы сегодня обсуждаем, а в качестве выходной работы, я условно говорю, дипломной, будет проект развития кафедры, дальше будут образовательные программы на стыке, то есть 3-4 заведующие кафедры объединяются, я неправильно сказал, слушатели корпоративного университета, и делают общий проект образовательный. Я условно говорю, медики, биологи, физики, физики, химики, медики, социологи, экономисты, это их проблема, они должны разработать. Уже в перерыв подходили, говорят, что вы хотите, какую надо программу-то сделать, я говорю, откуда я могу знать, это вы придумайте, как вы можете учить других по жизни учиться, если вы сами на каком-то этапе остановились, и как вы пожинаете плоды того, что заработали там молодые годы. все же. Поэтому вот посмотрим корпоративный университет, это те программы, которые там им предложили, это чисто установочные. Дальше будем смотреть, какая кафедра, как работает с тем же Сайвалом, с другими программными продуктами, которые мы закупаем на огромной сумме, 30-40 миллионов каждый год. все. Вот мы же не должны стагнироваться на чем-то. Понятно, что это нелегко переходить на язык. Нарат Рашидс сегодня даже у нас один отказался, говорит, я не буду в Фейсбуке работать, это опасная вещь. Ладно, Сергей Владимирович, давайте. То есть все-таки у меня по программам мы должны конечные результаты проставить в дорожной карте. Я имею в виду по профориентационной работе. Хорошо, я постараюсь больше вас не перебивать, а то начинается работать. учителем технологический центр совета Родушвардс ориентирован для подготовки учителей. Родушвардс на подготовку учителей. Вы извиняете, я подготовил специалист, я говорю, я его дополюс за днем. И здесь другие курсы, которые у нас есть, все, что связано с ручей. Хорошо, вот все, что связано с центрами переподготовки или повышения квалификации, пожалуйста, проставьте не только количество слушателей, но и сумма денег, которые вы собираете заработать. Вот проставлено количество человек, прошедших курс, я что, деньги не вижу? Ну вот, я извиняюсь, так, 4 миллиона, 7 миллионов, 10 миллионов, 13 миллионов. И стоимость, это не по учителям, я так понял, это общая у вас доходность? Стоимость закупки оборудования по роду Шварцу, организованы не научные исследования, а только на центр переподготовки при скидке где-то около 60 миллионов. Так, Олег Николаевич? А? Ну, 57, ну, еще 20 отдать, то есть вот 57 плюс 20 получается 77, а вы на 2020 год поставили 13 миллионов доходы. Это же доход, это же не прибыль, может быть, здесь под доходу прибыль, если прибыль, то все нормально, да? А доход, это структура, где останется 10%, да. До 20-го года все, что вы там имеете, морально устареет, надо быть новый покупок. А это отдадим конструкторскому бюро студентам. Просьба, Сергей Иванович, вот, я хочу сказать, вот две вещи, точнее, три. Это образовательные программы, пожалуйста, поставьте количество магистров, которые вы собираетесь привлечь, вы можете ошибиться, но для себя цепь-то поставьте. То же самое по доходам. Желательно разбить отдельно. учителей отдельно, Рода Шварц, то, что Кейсад там отдельно, значит, другие центры, если имеется, тоже отдельно. Вот 4 миллиона в год для института. Это же ваша зарплата, это же не будет. Давайте так договоримся, мы готовы ни рубля оттуда не забирать, вот, все, что вы делаете сверхплата. Здесь имеются институты, которые в бюджетном институте учителя, и идешь через за университет. Не-не-не-не, я еще раз говорю, то, что платят за учителей для университета, это тоже не бюджет, это не субсидии, это то, что платят республики. Для нас это как не бюджетный. Решите все? Я могу сказать, мы более 76 миллионов получаем за переподготовку 4, где-то более 50 миллионов за переподготовку госмуниципальных служителей, причем не покупая никакого оборудования. То, что вы привели пример лабораторных, то, что вот благодаря вам, Дмитрия Альбертовичу в основном закупили, это модельные классы школьные, там вы можете отрабатывать и ставить эксперименты. Что такое модельный класс? Мы закупили все, что должно быть лучше школы в России. там не только по физике, там и по химии есть, и для начальных классов есть и так далее, но вы его используете? Понимаете, если мы не пойдем и не будем работать со школами, мы ничего хорошего не получим на изобитке, ну, как бы на входе. Не получим ничего хорошего на входе, мы потратим усилия несколько раз больше для того, чтобы кого-то путешествовать. И потом, давайте протоколим, кто там ведет, Марат Павлович, это ваша служба, да? Отдельно я попрошу, чтобы Институт физики дал представление своего видения по лабораториям. Для моего как минимум 3-4 должно быть, либо 5-6, чтобы у нас был обор. Да? По каким темам, какие условия и что нужно делать? Значит, второй вопрос по профориентационной работы, может быть, мы им введем гранты для учителя школ, физики, я условно говорю, по итогам поступления в Казанский федеральный университет на это и сварь, целевой. Учитель физики получит там 100 тысяч или 50 тысяч, если подготовит, я условно говорю, абитуриента, который поступит и имеет балл там выше 80. Ну, я условно говорю, вы сами подготовите, это ваше право. Вот я когда говорил, дайте предложение до субботы по грантам, вы же этого не даете? Ну, сделайте, если мы, ну, потратим первый раз там поступит вам 50 высокобайдников, потратим, наверное, на 50 человек, даже если по 105 миллионов, да? Так получается? Ну, дадим мы эти гранты учителя, но зато какая-то работа пойдет. А также, на медицинский там и так поступит. Со следующего года, по-моему, 75 там вам дают контрольные цифры приема. Там у нас движение, как говорится, пошло. А институт физики нам, ну, нельзя стагнировать. По науке там более-менее все понятно. А когда 131-я школа, где директором наша выпускница говорит, она же по физтеху поставила право, по физтеху по УПО МИФИ. Наш рисок она вообще не рассматривает? То есть нам нужны узнаваемые проекты, может быть, не очень дорогие. Сейчас есть программа, Славяна Маратовна, переговорите, в понедельник ко мне приедет руководитель. Проект «Умная Москва», может быть, проект «Умная Казань» сделаем. Они приезжают каждые пятницу, субботу, воскресенье работают с детьми. В области точно того. С Москвы приезжают. Стоимость участия 1600 или 1300 рублей. И родители платят эти деньги. Они ходят вместе с детьми на эти семинары. Им нужна площадка. Ну, может, на нашей площадке будут проводить, может быть, научиться, ходить в университеты и что-то здесь осталось. Факты говорят, что к нам не поступают, но мы ничего не будем. Мы как можем учить других, если сами не готовы. вот я прошу по второй части, которая больше всех волнует, по образовательным программам и в онлайн-режиме. Сегодня МФТ и МИФИ участвуют. Мы тоже потратили на проект более 20 миллионов рублей. Пока еще отдача идет очень скромно. То есть это еще мы сегодня отчитались, то, что полтора, два, три года назад начали делать. Так, по-моему, и работают с колледжем с этим и так далее. Я прошу руководителей, которые здесь находятся, скаканы, либо высказаться, либо сесть и разработать образовательные программы по новым профессиям. То, что сегодня интересно, может быть, понятно, что этот год уже мы пропукали, как бы прием начался. Самое главное сейчас его не заварить. А вот у вас прекрасный мы планетарий построили, сдали. Как бы с одной стороны кажется, у нас все есть, а с другой стороны фактически не движется. Вот в чем дело. Сергей Иванович, все тогда спасибо. Я прошу высказаться Марата Рашидовича. И потом, коллеги, у меня просьба, чтобы вы приняли участие в дискуссии. Пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемый Шатархач, уважаемые коллеги, добрый вечер. Позвольте, здесь, честно говоря, последним очень трудно выставить практически все, потому что те моменты, на которые хотелось заострить внимание, уже вы Шатархач их обозначили. Я уж к своим это, каждый говорит о своем. То есть, и вот здесь наша традиционная оценка, и если я всегда очень критично выступал по отношению института физики, действительно, вот тот накопленный результат, о котором Шатархач только что сказал, он начал давать результаты. То есть, практически по всем показателям, а мы, еще раз говорю, мы в отличие от всех рейтингов используем только количественные значения, вот это темно-синее значение, это нынешний, ну скажем, тот статус, который имеет с точки зрения объема НЕКР и количества публикаций института физики и зеленый, это то, что было в прошлом году. У нас здесь, видите, есть ряд лидеров, в первую очередь это институт геологии и нефтегазовых технологий, традиционный лидер, химический институт и институт фундаментальной медицины. Ну вот, самое лучшее значение это правое и верхнее значение, и надо сказать, что с учетом размера движение это весьма неплохое. Если посмотреть то, что касается публикации, статьи, мы попытались здесь взвесить количество публикаций, качество публикаций, вы видите, что и в этом направлении, то, что уже ваш руководитель здесь в своем выступлении говорил, тоже заметно достаточно неплохая динамика. Практически здесь абсолютный лидер. И надо сказать, что мы оценивали практически четверть всех результатов, которые мы имеем наукометрических с точки зрения качества, обеспечивается институтом физики сейчас по нашей дорожной карте. Что касается доходов, ну это, наверное, вот некоторая гипертрофированность, она характерна для института физики. Видите, что платная образовательная деятельность здесь у нас находится, скажем, не на таких высоких позициях, но с точки зрения объема нир и окр, если раньше было смещение более сильное в левый нижний угол, то сейчас есть, скажем, определенный позитивный сдвиг. Вот основные графики, основные диаграммы, которые показывают роль и значение института физики в нашем большом Казанском федеральном университете. То есть у нас 8% НПР, 4% студентов всего, но вот здесь как раз и объясняется, что у вас все-таки скажем, по сравнению с другими коллегами здесь ситуация неплохая, но при этом 7% аспирантов и магистров, 13% площадей, 15% вы обеспечиваете доходов от НИР, 28% публикаций, то есть практически это треть. Но и тоже, вот знаете, я все время об этом говорю, то есть мы очень многого ждем от вас, поскольку на модернизацию, на переоснащение по программе развития, программе конкурентоспособности было вложено более миллиарда 430 миллионов именно в ваш институт, это 13% всех наших привлеченных ресурсов. Хотя здесь красный цвет есть, это наши индикаторы, я на них не хотел бы заострять внимание, почему? Дело в том, что мы изначально, учитывая сколько мы вкладывали, поставили высокую планку и надо сказать, что практически все показатели, что раньше нас тревожили, что мы обсуждали, они практически это выполнены. Вот, теперь спрашивали про атлас новых профессий, действительно, вот Ильша Травкач много об этом говорил, молодежь, она требует новых впечатлений, новых эмоций, и они хотят жить в экономике и в стране нового типа. И поэтому здесь как бы это, то есть, как можно продвинуться, не меняя сильно и не вкладывая, честно говоря, ребрендинг и многие новые слова, новые названия и новые позиционирования, с нашей точки зрения, они могли бы сыграть хорошую игру при ситуации. Вот, и вы знаете, о чем я хотел бы поговорить? Действительно, вот те кризисы, которые были в 2008 году и ускоряющийся кризис 2014 года и растущая информатизация говорят о том, что мы живем в эпоху четвертой промышленной революции. И практически все новые технологии, которые будут определять характер этой новой экономики и новые вызовы, они связаны с той работой, которую ведет институт физики. Вот, я внимательно смотрел презентацию и утром, и сейчас на что хотелось бы обратить внимание, получается, что для того, чтобы двигаться еще быстрее, получается, что нам еще сильнее нужно сфокусироваться. Это один момент. И второй момент, вы знаете, где мы в целом по университету начали сдавать позиции, мы начали, то есть вот у нас был очень хороший подъем, и, видимо, возникла некоторая успокоенность с результатами, и мы вновь начали идти по этому, по, как он называется, северокорейский путь, принцип чучхе, то есть когда мы ориентируемся только на свои силы, свои ресурсы, свои возможности. То есть вот пик и вашей графики, и ваши исследования по институту физики показывают, что мы достигли максимальной производительности. Да, сейчас эта фокусировка в основном будет идти на качество, но если мы хотим сделать скачок, нам нужно и более того, вот все больше и больше роль высокорейтинговых людей, оно не только в рейтинге ОРВУ, но и в других рейтингах начинает играть большое значение, влияет на академическую репутацию, на узнаваемость. То есть есть две стратегии. Должна быть стратегия по продвижению наших исследователей по Claritive Analytics, это с одной стороны, а с другой стороны по тем нишевым специализациям, которые ярко уже сформировались в вашем институте, нужно, тем более наши наукометрические базы помогают четко их отследить, нужно предметно работать по привлечению, по подготовке совместных заявок, по участию в совместных грантах, ну и в целом для того, чтобы они как можно больше участвовали в научных мероприятиях нашего университета и института физики. Вот. И надо сказать, что вот по результатам деятельности вновь, то есть вот институт физики, он и с 10-го года был на лидирующих позициях вот эти некоторые годы несколько снизил, в первую очередь именно из-за того, что другие развивались динамично. И хочу сказать, что более трети ведущих ученых, которые входят в топ-100 наших научно-педагогических работников, они сотрудники института физики, поэтому это очень важно и приятно отметить. Вот. Анализ это KPI по Нилам, здесь уже о них говорили, я все-таки еще раз все о своем болезненном, потому что я уже как о KPI, и вот здесь видно, что действительно самое узкое место, которое есть, и мы не успеваем, это качество, то есть импакт-фактор снипы наших SGR, наших публикаций. Видите, как по физическим, по научным прорывам. То есть вот я все-таки тоже не случайно вам показывал слайд по четвертой промышленной революции, все-таки если посмотреть, я не знаю, я гуманитарий, я экономист, мне кажется, что с учетом того, у вас столько умных людей, понимаете, и действительно, то есть мы очень ждем от вас хороших системных предложений и о стратегии нашего университета, и по тем научным направлениям, которые могли бы стать нишевой специализацией и для других институтов, и для социо-гуманитарной сферы в том числе. Что мне очень обидно, то, что институт физики, вот, хочу сказать, что мне кажется, он просто должен быть представлен в научных прорывах, и вот здесь, благодаря тому, что Ильша Травкач встречался с министром, здесь, когда по технологическому предпринимательству было заседание правительства Российской Федерации, заседание рабочей группы, и мы делаем все, что сейчас, Ильша Травкач, чтобы заседание состоялось международного совета в октябре в нашем университете, и мне кажется, что вот ту возможность, которая есть, нам надо использовать для того, чтобы предложить еще, то есть это ряд новых перспективных научных направлений. Вот, здесь Ильша Травкач вчера нас это критиковал, когда мы анализировали инженерное образование, и мы теперь уже включили всех, кто мало-мальски относится к рейтингу Physics and Astronomy, и вы видите, что здесь действительно справедливо было замечено, что по количеству публикаций мы, по крайней мере, с российскими нашими конкурентами выходим на сопоставимые параметры, но в то же время по цитированию, по пятилетнему, здесь у нас есть это, есть, ну, мы должны по крайней мере за 2-3 года удвоить это значение, в противном случае есть высокий риск отставания, тем более томичи, вот тоже об этом Ильша Травкадж говорил, я не знаю как, но они каждый год удваивают свои значения по цитированию, то ли нам надо туда поехать и какую-то конкурентную разведку это сделать. Да, здесь по физике Орву, здесь Ильша Травкадж уже об этом это говорил, то есть это самая главная задача здесь увеличивать цитирование и сотрудничество, и аффилиация с Казанской Школы Физики ведущих ученых, которые входят в Clarity for Analytics. Здесь тоже в принципе все нормально, но что хотел бы сказать, что посмотрите, пожалуйста, это влияет на оценку и рейтинг университета, заполненность личных кабинетов, я надеюсь, у вас нет здесь таких противников Facebook, социальных сетей и так далее, но как это показатель далеко не лидерский. Вот, наверное, все основные моменты, остальные слайды мы уже обсуждали, если есть какие-то вопросы, то есть я готов на них ответить. Коллеги, какие есть вопросы? Марат Рашевич, вот вы сказали, у меня либо другие данные, я взял то, что мне вот Сергей Иванович дал, где референтные вузы, у нас с Томским, если сравнить, количество публикаций в 20 с лишним раза меньше, а уровень цитирования у нас одинаковый на одну статью 3.05 и 3.05 там. Я вот все данные, которые представлены здесь вашему вниманию на слайды, они взяли-то из профилей по соответствующему предмету. Тогда вот я прошу еще раз до выноса доклада на все общее обсуждение цифры, пожалуйста, друг с другом корректируйте. Либо ошибка Сергея Ивановича, либо у вас. Хорошо. Спасибо. Если Марат Рашидовичу вопросов нет, Дмитрий Альбертович, пару слов скажите, пожалуйста. И потом, пока Дмитрий Альбертович идет, все-таки вот сейчас я передам микрофон, Дмитрий Альбертович, все-таки Сергей Иванович, вы сделайте вот эту аудиторию мою с Альбертовичом, не надо, не вставайте, с Альбертовичем начинали, эта аудитория должна быть презентационной. Да? У нас ни микрофонов нет. Значит, и вот, я думаю, этот экран, мало кто там с задних рядов видит, у кого дальнозоркость только, сразу рассчитано, чтобы молодежь там не видела. У нас матанализ, когда здесь читали, вот уже в то времена, когда я учился, уже больше среднего ряда было ничего не видно. Даже когда от Шури читал лекцию, мелко писал. Поэтому сделайте, пожалуйста, все, что здесь надо, надо обновить. Да? Инфраструктуру, мы как раз институты физики начали, видимо, не довели до конца. У вас много разных конференций проходит, ну, сделайте одну аудиторию хотя бы, топовую. Ладно? На, то... барные кресла я помню, как мы думали, что здесь сделать. Но вот с микрофонами, видимо, не доработали. Пожалуйста. Спасибо, Лешатокович. Уважаемые коллеги, мы достаточно подробно обсуждали на заседании последнего ученого Совета Института Физики проблемы, особенно с образовательной деятельностью. Значит, здесь я хотел бы остановить внимание на следующих моментах. Значит, начнем с научной составляющей, значит, то, о чем мы говорили. Вот у нас очень мало, мы очень хорошо все работаем, но у нас очень мало приглашенных людей, которые работают с нами. Есть лаборатории, которые можно перечитать по пальцам, где действительно есть приглашенные ученые, которые с нами работают. В ряде случаев есть приглашенные исследователи, которые дают вклад не только в рейтинг Казанского университета, но дают вклад в рейтинг и Миссиса, и Томского университета и так далее. То есть это заграничные исследователи, которые работают сразу же в нескольких институтах, университетах программой 5-100. Это их право работать, значит, но мы тогда должны увеличить число, потому что мы все равно больше, чем сможет человек написать статьи, выполнить больше, чем может исследовать, он не может. А здесь у нас уже достигло вот такое, мы уже все работаем на том пределе, который есть. И вот, к сожалению, здесь у нас такого роста приглашенных именно, чтобы мы могли, с кем могли бы скооперироваться и написать тот же самый 220-й проект, а по 220-му у нас на сегодняшний день нет ни одного руководителя, которому могли бы пригласить и написать заявку. Значит, по рейтингам здесь надо тоже оценивать все достаточно объективно. Когда мы говорим о рейтингах и сравниваем с первыми, скажем, MIT, Гарвард, Кембридж, вот в той же самой программе Сайвал есть возможность посмотреть, сколько в этих университетах публикуется совместных статей между собой. И вот я сейчас по валу помню, я не помню по предметам рейтингу, я помню, я взял Гарвард, там, скажем, 90 тысяч публикаций, из них 10 тысяч вместе с Стэнфордом, порядка такого же 10 тысяч вместе с MIT и так далее, и так далее. То есть они сами себе сделали ступеньку такую, которая отделила их от всего мира и соревнуются спокойно между собой. У нас, к сожалению, вот мы смотрим, что есть в других университетах интеграция, скажем так, но у нас институт физико-технический институт, емкость у него маленькая достаточно, а вот публикации с академическими институтами, с другими университетами даже из Российской Федерации здесь достаточно мало. Далее по проблемам, которая очень важна, это те образовательные программы, те студенты, которые мы имеем. В этом году университету госзадание уменьшено на 200 миллионов рублей, это по студентам, порядка 200 миллионов рублей. Что такое 200 миллионов рублей? Можно легко посчитать, что это сокращение порядка 200-250 преподавателей. Откуда это все идет? А это все это сокращение не потому, что там плохо, государство что-то. Да, там есть проблемы с определением нормативного финансирования, которое сейчас есть. Это проблемы с отчислением. Вот мы должны все-таки сейчас понять, что мы не можем работать так, как мы работали раньше. Раньше у нас было финансирование, всегда шло по плану приема. И неважно, сколько мы студентов учим, по плану приема все это идет. Сейчас мониторинг численности студентов идет ежедневно, ежемесячно, и каждые полгода производится мы обязаны внести это в базу данных. Но вот век информатизации. Десять лет назад было невозможно перерабатывать такие массивы данных, и финансировали просто по числу, по контрольным цифрам приема. Сейчас такая возможность появилась, и тут же обрезали финансирование. Каждый студент отчисляется, мы теряем сразу. Вопрос, что здесь делать? Мы с вами это обсуждали, и здесь очень серьезный вопрос, потому что другого средства, других студентов у нас не будет, другого источника финансирования для студентов не будет, особенно сейчас, когда подняли очень существенно цены на подушевое финансирование. Сегодня инженерные специальности или специальности как типа нанотехнологии, информационная безопасность, их стоимость 169 тысяч в год за одного студента. Никто из своего кармана платить такие деньги за образование не будет, тем более, если они не видят перспективы работы. Поэтому здесь надо думать о том, делать какие образовательные программы, вчера в инженерном институте говорил об этом, межфакультетские, межинститутские, с тем, чтобы просто начать готовить специалистов широкого такого, скажем, профиля, чтобы выживать, с тем, чтобы мы могли достойно содержать как наш штат преподавателей, так и развивать науку, развивать образование, привлекать самые главные студенты. Ну, а остальные моменты мы на ученом совете института физики достаточно плотно обсуждали, я рассказывал, в течение, наверное, получаса здесь было. Мы должны очень серьезно подумать, да, действительно, по физике, вот просто объявить физику, как программу образовательную, можно объявить, мы имеем бюджетные места, бюджетные места, кстати, каждый год уменьшаются, уменьшаются, или остаются на том же уровне, вот, но мы-то растем, нам нужно больше студентов, значит, мы должны думать, откуда, чего взять. Вот, и самое больное место, это как раз вот наше есть будущий набор будущих студентов. Можно по-разному относиться к тому качеству физики, преподавания физики, которое есть в школах, другого нам не дано, даже если мы будем ориентироваться на ближайшее такое окружение, то, ну, имею в виду Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ, здесь мы можем оказать влияние еще на учителей. Дальше мы не можем такого влияния оказать, поэтому возникает вопрос, вот мы все говорим, что у нас есть коллеги в других университетах, мы чего-то там делаем, мы работаем с заграничными университетами, но посмотрите, сколько у нас есть иностранных студентов. Вот у нас очень много профессоров, преподавателей, принимают участие в конференциях различных международных иностранных, за границей, сколько иностранных студентов у нас приезжает учиться. Я не говорю на полный курс, на полный курс я согласен, это очень тяжело. Вот Сергей Иванович приводил пример с Инсбургом в Стриннити колледж, все, больше примеров нет, а таких примеров могло быть гораздо больше, чтобы студенты приезжали на включенную обучение, сейчас это очень поощряется, но это есть дополнительный доход опять же. Спасибо. Коллеги, после выступления Дмитрий Альбертович, есть что у кого сказать? У него ни одного заведующего кафедры нет? То есть, либо все, что могли сделать, выжили в программу, либо совсем никому не интересно. Но если последнее верно, то пройдет короткое время, поверьте, при нашей жизни у нас как бы не получилось, что один из наших ведущих структурных подразделений университета как бы не пришлось с кем-нибудь чего-нибудь объединять. Значит, все-таки по дорожной карте я прошу вторую часть карты сделать более реалистичной, обратив я третий раз, повторяю, на вопросы профориентации, дать конкретные предложения, что мы будем делать для того, чтобы на входе получили более талантливых абитуриентов. Это связано и с очистениями. Вот Дмитрий Альберс сказал, что контрольные цифры приема уменьшаются. Их уменьшается тоже, исходя из динамики уменьшения количества студентов на выходе. В министерстве, когда мы говорим, дайте нам дополнительные деньги, а чего вам давать, вы ни одного студента, то есть, не доводите. То есть, большое количество студентов у вас отчистяется. Вы можете мне сказать, да, они плохо учатся, не могут сдать, наши требования жесткие, мы не можем же им просто так оценки проставить. Разговор не идет о проставке оценок. Проанализируйте, пожалуйста, сколько отчистяется с ФИСАК, МГУ, МФТ и МИФИ. И что мы делаем для того, вот эти же студенты, они к нам поступили, но с какой-то целью. То, что на ФИСАКе учиться тяжело, это очевидно. Если он на 3 с плюсом закончил школу по физике, ему тем более будет тяжело учиться. А что мы будем делать дополнительно? То есть, а что мы делаем, чтобы эти люди адаптировались и начали получать удовольствие от физики? Вопрос тоже провисает. Значит, Сергей Иванович, просьба зимние, летние школы делать с представителями Академии наук, с нашими, и вы отдохнете. Вот кто-то из наших профессоров пусть едет, собирает бакалаврские выпускные курсы, я условно говорю, четвертый курс, да, химфака, биофака, там, институты геологии, из своего физфака, мы делаем летнюю базовую школу. И студенты отдыхают, преподаватели отдыхают, либо в ядчике, либо мы сделаем специально. Но это должны быть мастер-классы, то есть, что-то такое, что еще вот людей из других специальностей сумеют вести физику. У нас же есть хорошие примеры. По-моему, по памяти, говорю, у биологов, да, здесь, Альберт Анатольевич, у вас, по-моему, человек учился на иконофаке, перешел к вам, и сегодня в Опенлабе прекрасная работа. Так, у вас, по-моему, же, да? Да. А? У вас и у биологов есть. Ну, если... Нет, здесь экономист ушел, да? У вас биологи. То есть, сделайте вот эти проекты какие-то интересные. И вот по новым профессиям. Я полностью согласен, что и родители, и сами студенты прежде всего выбирают профессию, где они будут работать. Профессия должна быть интересной, чтобы позволила им по жизни потом себя и семью, по крайней мере, прокормить. Поэтому давайте немножко этот, подумаем о новых программах, которые будут привлекательны. Да? Если... Вот дорожную карту, первую часть, если еще более-менее, там, с учетом включения программ, Марат Рашидович так красиво сказал, что все плановые цифры выполнены, да? Но, скорее всего, план был такой. Но он же ниже плана других, того же Нижнего Новгорода. Я понимаю, Новосибирск, можно сказать, Академия наук. Сейчас по Нижнему Новгороду, скажете, там большую роль сыграл этот ядерный центр Саровский. Но это же не совсем так. Саровский центр и здесь ходит, все хочет. Я хочу сказать в подтверждение, ну, или в дополнение того, что Дмитрий Альбертович, еще раз повторить, человек больше, чем, если он 100-120 килограмм несет, то 160-10 он уже не унесет. Поэтому надо интегрироваться с другими, как бы, исследовательскими группами по интересу. Если есть ко мне какие-то вопросы, давайте срок определим в течение, там, может быть, месяца с учетом отпуска и так далее. Сергей Иванович, по образовательным программам первому сентябрю я бы хотел видеть более конкретный план, который мы начнем с первого сентября уже нового учебного года реализовать. Все время говорить, ну, нас никто не поймет. Так, я сейчас прошу, кого там, Хашов, может быть, кабинет, чтобы далеко не уходить, Сергей Иванович только, или ко мне зайдите, ряд директоров, приглашены были, мне есть необходимость поговорить, Владимир Иванович, Сергей Иванович, значит, кто еще там, Андрей Николаевич должен был обзвонить, просьба зайти. Если ко мне есть какие-то вопросы, я готов на них ответить, но если нет, всем большое спасибо и прошу вот обо всем, о чем я здесь пытался до вас донести, немножко задуматься. И тем, из директоров, у кого еще дорожная карта не рассматривалась. Но я думаю, активность заведующей кафедры мы все-таки немножко поднимем через корпоративный университет. Если они хотят сохраниться. Хорошо, спасибо. Спасибо.